Девушки отдыхают Ты денег хочешь? Я дам. Все деньги хотят. Ты знаешь, из какой семьи? Я любой твой вопрос решу. Ну? Нет. Нет! Нет! Девушка, а можете показать вот это кольцо? Конечно. Пожалуйста, примерьте. Нет, ну это не то, Толик. Понимаешь? Ну, посмотри, ну совершенно не то. Томик, ну чего нет? Нормально же будет, да? Дайте это еще по мере. Скажите, а такое у вас продается? А, к сожалению, нет. Ну, а вы где купили? А папе этот медальон бабушка подарила. Семейные реликвии. Вот. Вот, видишь, Толик? Вот это настоящая вещь. С налетом истории сразу видно. А это вот это вот все. Это ни о чем, понимаешь? Томик, давай, может, как-то без налета? Ну как без налета? Как? История, понимаешь, Толик, она дороже золота. С ней самая ерундовая цацка особенная кажется. А это все... Простите, девушка, мы в следующий раз как-нибудь пойдем. Ну что ты... Ну что, потому что это все ни о чем. Я тебе еще раз повторяю. Сколько у меня уже этих колец есть. Все, это некрасиво, понимаешь? Толик, история дороже золота, да? Разве нет? Ой, я тебя прошу. Мартусь, ты можешь там все собрать? Это у меня Пашкова вторая смена. А у меня малых забрать из садика. Конечно, беги. Ой, спасибо тебе, спасибо, моя хорошая. Давай, пока. Как красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушка, а девушка, можно с вами познакомиться? Ромка? Садись, прокачу. Ну же, Марта, не тормози. А это чья машина? Наша. Нравится? Нравится. Ну, Ром, ты же не собирался ничего покупать. А нам еще за аренду квартиры платить. Ну, да, не собирался, но вчера случайно подвернулся хороший вариант. И за квартиру заплатим. Марта, ты чего? Тачка не новая, стоит недорогая. А мне сейчас без машины никак. Все наладится, вот увидишь. Мы прорвемся, ты мне веришь? Я верю. Ну, так поехали. Чего стоим? Кого ждем? Кого ждем? Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Валентинович, к вам Дмитриев. Привет, па. Уже вижу, спасибо. Звал? Ты что это делаешь? На гонку опаздываю. А твоя секретарша сказала, что ты хочешь меня видеть? А, да, я у тебя свой костюм здесь оставлю до завтра. Ты же не против? У этой, как ты выразился, секретарше имя есть. А я как раз тут смотрел видео с твоими подвигами. А, это я решил перед гонкой размяться. Тебе эта разминка дорого обойдется. Я больше штрафы за тебя платить не намерен. Так. Значит, Юрий Алексеевич накапал. А ты, значит, дядя Миша меня моему же отцу и сдал. Как верный и преданный, как бы это сказать. Прекрати. Что? Юрию Алексеевичу на этот раз нужно? Новая жилплощадь? Или, может быть, звание? Ты поумничай мне тут. На гонке он опаздывает. А ты ничего не забыл? Что ты вообще-то в этой компании юристом работаешь? Ты контракт вычитал. Собственников земли проверил? Точно, забыл. Па, давай завтра. Завтра я еду в командировку. У тебя на эту работу неделя была. Ты проспал вождейший контракт. Ну, что ты кричишь? Ну, кому нужен этот коттеджный городок в городе Васильевске? Я даже названия такого не слышал. Ну, дядя Миша, ну ты скажи. Какой тебе дядя Миша, что больше никаких гонок? Ни по городу, ни на треке. Ты меня понял? А гонки-то тут при чем? Да при том, что ты ночью черти что устроил. Всю дорожную полицию на уши поставил. А днем Настя, та самая секретарша, имени которой ты третий год запомнить не в состоянии, видела, как ты дрыхчешь за рабочим столом. Ты мой бизнес, коту под хвост пустишь. Твой бизнес? Что-то не припомнишь, чтобы Лешка тебе свою долю отдал. Будешь гонять по городу? Сегодня же скажу ее, Алексеевич, чтобы тебя повязали. Пусть сначала догонит. Ну ты-то чержешь! Привет, Костяна! Привет! Ну как ты? А это что еще? А, да это я со скейта упал, ничего страшного бывает. Опять? Привет! Здравствуй, мама. Давай. Тетя Рая, как вы? Да. Сам понимаешь. Как в школе? Нормально. Все еще иду на медаль. Держи. Это вам на жизнь. Только спрячь, чтоб не как в прошлый раз. А тебе? У меня есть, не переживай. Не пьет? Не пью. Ты видел. Она мать еще жизнь не учить вздумала. А матери, значит, помощь не нужна, да? Правильно. Она всего-то вырастила. Вытянула. А, мам, не начинай, а? Чего не начинать-то? Продуктов вам на неделю должно хватить. Если что-то нужно, будет просто позвонить, и я привезу. Пока, Костя. Пока, мама. До свидания. Пока. Каждый раз удивляюсь, как мы с Костяном у нее такие нормальные выросли. Она раньше такой не была. Сколько я помню, всегда такая. Ладно, малыш, забудь. Ничего ты с ней уже не поделаешь. О, Юрка выбрался из своего леса. Слушай, а поехали в центр, машину обмоем. Ты езжай, мне завтра рано вставать, да и настроения нет, если честно. Ну, как знаешь. Вау, то, что надо. Не зря мы его два месяца из Парижа ждали. Соня, все, больше даже можешь ничего не нести. Да, Женечка? Да, это оно. Стоп. А где же я его буду так долго прятать? Если Андрей увидит. Ну и? Что и? Сама знаешь. Плохая примета. Несчастливый брак, все такое. Несчастливый брак? Это с Волковым-то. Слушай, я тебя прошу, расслабься. У тебя замечательный жених. Молодой, амбициозный, успешный. Твой отец его уже принял в семью. У тебя будет самая красивая свадьба года. Ты будешь самой красивой невестой, поняла? Это все, о чем тебе сейчас нужно думать. Все. А теперь давай собирайся быстрее, а то опоздаем. Конечно. Кого волнует моя свадьба, когда мой братец участвует в гонке? Ну, мне же тоже свою личную жизнь нужно устраивать. Согласна. Соня, я решила, до свадьбы оставлю платье в салоне. Конечно, без проблем. Хавориты гонки пилоты Дмитрий Парфенов и Олег Смешко – лучшие друзья и вечные соперники. Оба пилота вчера были невероятно крутые в квалификации и оба выехали в топ-3 наших соревнований за кубок столицы. Дмитрий, занявший в квалификации первое место, опередил Олега буквально на доли секунды и всего на несколько баллов. Сегодня их рассудит трасса. Дмитрий Парфенов – сын известного бизнесмена и одного из основных кандидатов на место мэра нашего города Игоря Валентиновича Парфенова. Так что к нему сегодня приковано особое внимание прессы и зрителей. Олег Смешко уже завершил этап, набрав 95 баллов из 100 возможных. Он в очередной раз продемонстрировал свой безукоризненный стиль. Дмитрий Парфенов проходит траекторию в управляемом заносе, буквально сжигая шины своего автомобиля. Вот эта скорость, вот это результат. Сирменный агрессивный стиль, высокое мастерство и полный камазача. Смотри за нос и на разворот. Димон! 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 Мы не знаем, в каком состоянии сейчас Дмитрий Патронов, но очевидно, что он жив. Мы будем внимательно следить за развитием событий, а сейчас мы вынуждены прервать нашу трансляцию. О состоянии гонщика мы обязательно сообщим в наших следующих выпусках. Литочка, это очень вкусно. Вот никто не умеет готовить сырники так, как вы. Правда, я очень рада. Но пора признаться, что Леша твой любимчик был, есть и будет. Леша, а что это ты у нас прям так с утра? Я хотела, чтобы мы вместе позавтракали. Вика, сядь, поешь нормально. Не могу, опаздываю на школьный автобус. Мам, а может, ну, эту школу сегодня? Займусь чем-то действительно полезным. Ну, что же для тебя может быть полезнее учебы? Конечно, конечно. Каждым днем с ней труднее и труднее. Грубит, капризничает. Пятнадцать лет, переходный возраст. Нормально. Ты таким не был. Может, и был. Ты Димку вспомнил. Да. Дима нам скучать не давал. Ну, собственно, как сейчас. Просила его быть на завтраке, где он. Спасибо, и ты пришел. Нашел время. Ма, ну что, это упрек? Твой муж тоже постоянно на работе. И сейчас его за столом нет. Ну, если только он не прячется где-нибудь в кустах от меня. Ну, зачем ты так? Ну, столько лет прошло, ты все не можешь привыкнуть к Игорю. Могу начать. Да, он не простой человек, но он мой муж. Мы одна семья. Я уже молчу о том, что вы руководите одной компанией. Нет, не мое решение было, а твое. Ну, мой, послушай. Ты вправе распоряжаться своими акциями, как хочешь. Я без претензий. Ты решила ввести его в компанию? Хорошо. Я просто стараюсь заниматься своими вопросами и пересекаться с ним поменьше. Ну, а ты мне поменьше. Тут я у него дома. И мне некомфортно. Как Аня, Даня. Мне кажется, они могли бы чаще бывать у нас. Кристина могла бы чаще их привозить. Но ей что мешает. Ну, ты сегодня, конечно, просто в ударе. Ты права. Ей ничего не мешает привозить их чаще. Я с ним поговорю. Все. Спасибо. Будем считать, что завтрак прошел в легкой, непринужденной обстановке. Угу. Мне пора. Димке привет. Все, мой, люблю. Да. Что? Да все. Да все. Да сейчас. Марта! Как мило. Прости, опоздала. Добрый день. Для тебя недобрый. За опоздание штраф. Хорошо. Чего я принесла, ни цвета, ни заря? А ты чего опоздала? Да, сама не знаю. Ромка поздно пришел, уснуть не могла. Работал, да. Я начинаю, а? Ну, хорошо. Ты мне только на один вопрос ответь. Вот вы с ним уже сколько живете? Семь лет? Он тебе предложение никак не сделает. Слушай, если бы не Ромка... Ой, слушай, если бы не Ромка, ты бы уже давным-давно отсюда уехала. Ты вспомни, о чем ты мечтала. Ты говорила, что ты не собираешься торчать всю жизнь в этом Васильевске. Что в столице куча возможностей. Ты хотела поступить в институт. Ты хотела разрабатывать украшения. Ну, а по итогу что? А сама-то ты что? Я что? А я всю жизнь знала свое место. У меня, Марта, другая жизнь. Другие цели. Для меня главное это моя семья. Деонид там и я. И у меня никогда не было других желаний. А ты? Ну, ты ж другая. Тряпочку возьми. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Проводи их в мой кабинет и попроси подождать. У меня тут заминка вышла. Совершенно спокойно спала, ничего не почувствовала. Он здесь один. Мамочка, ну почему же один? Мы с Андреем всю ночь в больнице были. Ника, Олег. Жем все равно, надо было сразу нам позвонить. Мама, мы так решили, что уже после операции сообщим. Вера Федоровна, это я принял такое решение. Мама, вон доктор. У вашего сына тяжелая закрытая травма грудной клетки и сильные уши в сердце. Это повезло, что на нем был шлем в защитный костюм. Доктор, давайте конкретней. Какой прогноз? Прогноз хороший. Операцию перенес нормально, состояние стабильное, угроз для жизни нет. Можно сказать, он у вас в рубашке родился. Так что через несколько дней заберете домой. Доктор, спасибо вам огромное. Как хорошо, что скоро будет дома. Вера Федоровна. Ой, дорогая моя, ну как вы? Ужас какой, ну. А я у подруги ночевала, и вот Леша позвонил. Привет. Привет. Ну что, как он? Врач сказал, скоро придет сюда. Пойду посмотрю, что с ним. Мамуль, папа сам. Ну что, покатался? Врачи говорят, что ты легко отделался. На этот раз. В кого ты такой? Так ладно, мне пора ехать. Мать чуть инфаркт не получила. О ней бы хоть подумал. Да, и еще. Ты уволен. И доступ к трастовому фонду я закрою. Долго терпел. Вера, он пришел сюда, можешь зайти. Все, я помчал. Я провожу, есть новости. Игорь Валентинович, кредитный совет банка предварительно дал добро выделить деньги на строительство коттеджного городка. Часть кредита сразу перекинем в офшоры, но смета, сами понимаете, должна быть завышена процентов на 30, я думаю. Вопрос сделаем. Но, есть одно но. Кредитный договор должен подписать Стрельницкий. Это еще зачем? У вас с ним общая компания. А значит, отвечать по кредитным обязательствам должны вы оба. Ну хорошо, как-то решу. А что насчет земли? Ты видишь, я тут. Миша поехал в Васильевск. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Документы неси Да нет пока документов Да я обещал Я просто думал, что моя одноклассница, та, что в землеустройстве работает, поможет А она понял, злопамятная оказалась И решил отыграться за то, что ее в школе доставал Сказала, что никакой стройки на территории нашего заповедника не будет Представляешь, это твои проблемы? Да, да Ты аванс получил? Получил Вот выгребай, теперь как хочешь Понял, я все решу, только подход нужен другой Да идешь Да Куда же ты денешься? Конечно Я возьму? Конечно Что смотришь? Похоже, что попали мы с там уюта Блин Димочка, ты как? А вы кто? Дима Я сестра твоя Это наша мама Дима! Как легко тебя провести Это не смешно Ну ладно, не сердись Мам, как ты? Хорошо Благодаря Олегу, который вытащил тебя из горящей машины Я прошу прощения, но вам нужно освободить палату пациента, нужен отдых Да, доктор, простите Поезжайте, пожалуйста Можно я останусь? Мне все равно дома не будет покоя Хорошо Давай Добрый день Присаживайтесь Игорь Валентинович, мы слышали, что случилось с вашим сыном Да, да, спасибо, все будет в порядке Нужно заявление какое-то сделать Нет, если никто не пострадал, лучше ничего не делать Хорошо Ну, тогда займемся делом Я решил баллотироваться в мэры, потому что мне не безразлична судьба города Больно смотреть, как приходит в упадок наша любимая старица Ну, это основной посыл моей компании, понятно? Конечно Все четенько Над созданием позитивного имиджа мы уже работаем Четенько Но пока Лукин по предварительным данным лидирует по всем соцопросам Да, электорату нравится его молодость, энергичность, плюс они считают его своим И? Тут надо сыграть на контрасте Вот чем вы отличаетесь от Лукина? Ну вот смотрите, у вас есть большая дружная семья Мы можем продать ее под слоганом Семейные ценности превыше всего Дружная семья Неплохо Работаем над этой концепцией Твоя подруга себя уже лучше чувствует? Да, все хорошо уже Мне, конечно, так не хватает этих встреч с подружками Так что мы с Лиской наболтались и легли спать А как дети себя вели? Хорошо Я няню отпустил, сам их уложил Даня такое перед сном учидил Звучит лир Тон Net Смотри Жегите Звучит лир Лир Шуф СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Бумаги на выделение кредита под застройку уже готовы. Осталось получить подпись Стрельницкого. Со всем остальным проблем возникнуть не должно. На следующей неделе нужно будет встретиться с председателем кредитного комитета. На неделю я не смогу, еду в Васильевск. А перенести нельзя? Нельзя. Хорошо. Как-то сам все закрою. Что, Миша, считаешь, что нужно действовать по-другому? Считаю. Такими темпами мы еще долго будем документы получать. А сделать бы сразу, как я предлагал, все уже было бы решено. Как ты предлагал, нет, Миша, аккуратно все нужно сделать. Поэтому метод дойти свои дикие ты попридержи. Ты птичника этого в угол загонишь, он как начнет со страху болтать. Если пронюхаю, зачем на самом деле земля нужна, не лезь. Я сам разберусь. Ну ты что, до завтра потерпеть не можешь? Мне нравится твой запал. Не растерять. Ну что там по покупателям на товар? Миш, все нормально. Я Андрею доверяю как самому себе. Дали новую цену. Вдвое больше. Но вот это еще не предел, так что не спеши сдаваться. Но они тоже просят гарантий. И мониторят по своим каналам нашу ситуацию с землей. Нужно как можно скорее решать вопрос с документами. Это дело техники. Что-то вы рады? Доброе утро, Леша. Доброе. Чем обязан? Мне нужна твоя подпись на договоре с банком. Я решал вопрос по землеотводу и вопрос с кредитом на строительство практически тоже решен. Это хорошая сделка, Алексей. Она нужна компании. Насколько я понимаю, речь идет о строительстве на территории Васильевского природного заповедника. А это запрещено законом. Это все же такие формальности, ты же понимаешь. Нет, я не понимаю. Я ничего подписывать не буду. Эту компанию создавали не вы, а мой отец. И для него вот такие вот формальности имели очень большое значение. Послушай. У нас с тобой сложное отношение, так получилось. В этом есть и моя вина. Я все понимаю, но все-таки. Ты же знаешь, сейчас строительный кризис. И такой большой проект, как строительство коттеджного городка, позволит удержать на плаву компанию дело жизни твоего отца, который, между прочим, был и моим другом. Это вы сейчас предвыборную речь репетируете? Может, не стараться. Да. Алексей Викторович, после обеда к вам придет журналистка. Спасибо, Кать. И принеси, пожалуйста, мне чашечку кофе. Хорошо. Спасибо. 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 Завтрак готов. Спасибо. Потом еще обсудим, во сколько ты вчера пришел. Договорились. До работы меня подбросишь? Так не на чем. Тачки больше нет. Что-то случилось? А я попал. Вкинул все в очень рисковое дело и влетел по полной. Хорошо. Бывает. Ну, это еще не все, чтобы перекрыться. Я занял еще очень серьезных людей. Думал, выкручусь. А вчера стало понятно, что все накрылось окончательно. Короче, дали мне неделю, чтобы я деньги вернул. Тачку забрали, все долго. Вот такие дела. Ничего, Ром, но выход же можно найти. У меня есть деньги. Немного. Но все-таки найдем еще. Отсрочку попросим. Отсрочку, Марта? Это не те люди. Ладно, значит, придумаем что-то. Одолжим, я не знаю. Есть вариант, который может помочь. Он, конечно, тебе не понравится. Но я все продумал. Какой? Ты можешь взять деньги у себя в магазине. Ну, на пару дней. Пока мы нужную сумму не найдем. В смысле взять? Я, конечно, поговорю с Катериной, но ты же знаешь, какие у нас с ней отношения. Да при чем здесь Катерина? Она что, каждый день выручку пересчитывает? У тебя есть ключи от сейфа, Марта. Мне всего-то 10 штук баксов надо. Ты серьезно сейчас? Я же говорил, тебе не понравится. Мне на пару дней я перекроюсь и все верну. Я... Я не могу, Ром. Она мне доверяет. Доверяет? Ты же сама постоянно жалуешься, что она вечно тебя прессует. Да она даже не узнает. Ром, нет. Рома, Ромочка, я очень тебя люблю. Но я не могу на это пойти. Пойми меня. Мы придумаем что-то другое. А, ну да, конечно, придумаем. Вот и вся твоя любовь. Вот, блин. Дима, может, ты оставишь телефон, даешь бульон? Спасибо, мам. Я не голоден. Ты только посмотри. Нет, я не могу на это смотреть. Вдребезги. Жалко. А главное, непонятно, где взять деньги на новую. Какую новую, Дима? Ты чуть не погиб. Мам, гонки – это вся моя жизнь. Прости, но ты это прекрасно знаешь. Ладно, давай не будем сейчас об этом, потому что отец меня из фирмы уволил и закрыл мне доступ к трастовому фонду. Знаешь, я подумал, может быть, я уеду куда-нибудь на время. Ну, вот, стану на ноги и подумаю, как дальше жить, да и вообще. А Женя на свадьбу. Мам, она все поймет. Женя все поймет. Алексей, спасибо, что согласились с нами встретиться. Итак, расскажите подробно о вашем проекте. Экологическое строительство – это новое направление, которым мы сейчас занимаемся. Концепция строительства экологического дома обязывает учитывать основные ее принципы. Экостроительство способствует сохранению природных энергетических ресурсов, отдаляет человека от разрушения природы, гармонично объединяет достижения научно-технического прогресса и урбанизации с преимуществом природной среды. Мы стремимся сделать наши дома комфортными для проживания городских жителей, при этом не нарушая равновесие в природе. Хочется сказать, что движения по экостроительству приобретают все более масштабный и полный характер. Современная тенденция – это строительство целых эко-городов, где окружающая природная церковь, предостроительная планирование, коммуникация, застройка и самокрас, жизнь находятся в гармонии друг с другом. Я уже говорил, что экостроительство способствует сохранению природных энергетических ресурсов, отдаляя человека от разрушения природы. Это наш новый разработчик, дружественные и к окружающей среде, и к людям – строительные материалы. Наши компании используют инновационные методы строительства, новейшие разработки материалов. Я уверен, что наши дома станут настоящими уголками безопасности для окружающей среды. Научные исследования постоянно предлагают новые решения. Концепция привычного нам пассивного дома формируется в идее энергоэффективных. Это значит, что живые... Я дома. Рома! Давай поговорим. Рома! Нет. Как же так? Спасибо, что пришли. Продолжение следует... Где твой хахаль? Где он? Где он? Я же говорю, я не знаю. О, Грюмый. Объясни, что нам лучше не врать. Сейчас объясню. ПОННОВИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ПОННОВИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты кричала? Дурной сон. Всегда беспокойно спала. Особенно после смерти отца. Ты надолго сюда? Нет, ненадолго. Скоро уеду в столицу. Понятно. Прошла любовь, завяли помидоры. Это тут при чем? Да при том, что пока Ромка был, мы хоть как-то концы с концами сводили. А теперь? Я вообще-то, мам, работаю. И там тоже буду работать. Угу. И я пенсию получаю. Только это как и зарплата твоя копейка, о которых даже вслух сказать стыдно. А когда Ромка был, мы, значит, как сыр в масле катались, так что? Не катались, не катались. А хоть стабильность какая-то была. Планы, надежды. Такой хороший парень на тебя внимание обратил. А ты, как обычно, ну все от тебя не так. Вот он и... Да что ты знаешь вообще? Да все я знаю. Такая же, как твой отец. Все характер свой норовишь показать. Чтобы все под твою дудку плясали. Может, хватит уже, мам? Ты никогда отца не любила. И меня не любила, потому что я на него похожа. Правда? Только ведь я твоя дочь, мам. И другой у тебя уже не будет. Так, дамы, а теперь поза Маричи Асана, поза мудреца. Вкручиваемся вправо и делаем глубокий вдох и выдох. Да, хорошо. Теперь делаем складочку. Носочки на себя. Спина ровная и тянемся. Хорошо. Глубокий вдох и выдох. Опускаем голову. Хорошо. 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 Молодцы. Молодой человек, статисты на моем занятии исключены. А я думал, вы мне поможете. Боюсь, вам уже ничего не поможет. Вы правы. Нет мне спасения. Хотя, возможно, несколько индивидуальных занятий смогут поправить мое здоровье. Дим, у меня уже сейчас занятие. Милые дамы, прошу прощения, но на сегодня занятие окончено. Мне очень жаль. Дима, ты что сошла? Ну, что ты? О, Боже. Дима, Дима. Ты что сама сошла? Что ты делаешь? О, Боже. Я тебя ненавижу. Здравствуйте. Здрасьте. Привет. Привет. А что тут у нас? А, камеры наблюдения сняли в зале и на фасаде. Катерина распорядилась новые поставить. Завтра обещали уже привезти. А старые чем не устраивали? Я не знаю. Она мне не докладывала. Ну, я, в принципе, не спрашивала. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Подарок подбираете? А как вы догадались, что подарок? Опыт и интуиция. На самом деле, я вас помню. Вы на прошлой неделе приходили, смотрели кулоны. Сейчас опять их смотрите. Ну, и они очень классические для взрослой дамы. Вот я и подумала, что это должно быть в подарок. Все верно. У свекрови юбилей никак не могу выбрать. Если позволите, подарите этот. Он не самый дорогой и заметный один у нас такой, но, если честно, то самый мой любимый. Он не идеальный, но в этой неидеальности и заключается его редкая настоящая красота. Что вы думаете? Конечно же, я его беру. Тогда я упакую его в подарочную коробочку. Да, спасибо вам большое. Пробей, пожалуйста. Спасибо. Ну, Кузнецкая, 8. Сможешь забрать? Возьми деньги. Ди, ты чем-то расстроен? Да нет, не бери в голову. Брось, ну я же вижу, что-то случилось. Тебе опять из дома звонили? Да, мама. Приедь на Женькину свадьбу, приедь да приедь. Все такое. Ну, она же твоя мама. Это нормально, что они переживают? Я понимаю, и на Женькину свадьбу съездил бы, но из отца не хочу. Он мой приезд в своих целях использует. Возвращение блудного сына, семейной ценности, очага. Ладно, давай еще мне по-другому. Давай. Я предлагаю выпить за... за лучший месяц в моей жизни. Как, уже месяц прошел? Какое сегодня число? Ну, сегодня восьмое число. Ровно месяц назад ты впервые здесь появился, и я в любом случае запомню это на всю свою жизнь. А ты как будто бы итоги подводишь. Это ты тоже забыл, да, Дима? Ну, я же говорю, послезавтра последний рабочий день мой. Я уезжаю. Вот черт. А я забронировал столик на террасе на воскресенье. Отменять? Зачем? Девушек-то много. Марина, подойди на ресурс. Я отойду на минутку. Привет, дружище. Это я. Мне срочно нужно, чтобы ты переехал. Кость, ты понимаешь, что у меня рабочий день? Я не могу тебя все время из твоих неприятностей вытаскивать. Ну, извини. Ты можешь мне объяснить, во что ты опять вляпался? Кто были эти люди, что тебя не отпускали? Ты почему сразу вляпался, Март? Я работал. Меня наняли хозяева этого магазина. А эти, это продавцы эти. Хорошо. А что они от тебя хотели? Чтобы я видео с телефона удалил. Короче, просто продажи в магазине сильно упали. И хозяева хотели проверить работу своих продавцов. И я должен был зайти в магазин и незаметно поснимать их работу на видео. Ну, типа незаметно. Но я спалился. Костя, да как тебя вообще на работу взяли? Еще и такую. Ты же несовершеннолетний. Так, дай мне их номер, я сейчас с ними разберусь. Я сказал им, что мне 18. Все, Март, пожалуйста, хватит грузить, а? Грузить? Ты это серьезно сейчас? Как тебя из всех твоих переделок вытаскивать, так пожалуйста. А как ответить за то, что сделал, так не грузи, Марта. Я хотел денег заработать. Не можешь ты нас всех на себя одна тащить всю жизнь? Ты учись лучше, Кость. Правда. Для меня сейчас важно, чтобы ты школу нормально окончила. А потом уедешь отсюда. Ко мне. Я как раз к тому времени на ноги встану. Кость, пообещай мне, что больше не будешь никуда встревать. Пожалуйста. Иначе мне придется тут остаться. А я совсем тут не могу. Ты понимаешь? Ну хорошо, хорошо. Я обещаю. Кристина, здравствуйте. Милая, ты не занята? Привет. Неожиданно. Что случилось? Слушай, мне мама звонила. Что-то она не очень хорошо себя чувствует. Я хочу к ней съездить, Леша. Что-то серьезное? Ты же знаешь, она не любит жаловаться. Говорит все нормально. Я по голосу слышу. Там что-то не так. Так, у меня конференция. Но если хочешь, я поеду с тобой. Да нет, что ты. Ты поезжай по своим делам. Я сама. Я с няней договорюсь, она поспит пару ночи с детьми. Нет. С няней они не спят. Мы уже пробовали, хватит. Юль, боюсь, вам придется лететь на конференцию без меня. Хорошо. Ты поезжай, а я сам побуду с детьми. Если что, сразу звони. Спасибо, родной. Вот, пожалуйста, подпишите. Думаю о тебе. Первую встречу с женой, конечно, помню. Ничего особенно романтичного не было. Она была женой моего друга, моим другом, так что... Но так сложилось, что Виктор погиб. И я помог Вере пережить эту трагедию. А через несколько лет мы поняли, что любим друг друга. Я принял ее сына как родного. В этом году нашему браку тридцать лет. Да что такое? Думаю о тебе. Думаю о твоих руках. О твоем запахе. Финдиректор ничего сам сделать не может. Продолжим? Я нормально говорю? Мне все очень нравится. Правда, всегда всем нравится. Что это? Заявление на увольнение. Я вижу, что заявление. Что за выходка, я спрашиваю? Это не выходка, я уезжаю. Куда же? Хочу переехать в столицу. Ну да, знаю я таких. Через месяц вернешься и будешь проситься обратно. Не думаю. Послушай, Марта, ты хороший продавец. Но если ты уедешь, я при всем желании не смогу тебя взять обратно. Потому что возьму нового человека. Я понимаю. Извини, я не буду это подписывать. Но вы не можете не подписать, Катерина Антоновна. Просто не имеете права. Зато я имею право не отдавать тебе трудовую книгу, не давать расчет, пока ты не отработаешь две недели. Потому что передумаешь? Не передумаю. Сейчас. Здорово, Юрий. Здорово. Слушайте, рассчитаешься за такси? Даже так? Ну да. Надеюсь, этого хватит? Хватит. Да, смотрю, дела у тебя совсем плохо. Ну да. Голодный? Да, есть малюха. Ну идем. Слышал и ищут тебя. Ты, конечно, молодец. Нашел, кого кидать. Да я не хотел, так вышло. Где ты все это время был? Не спрашиваю. Жил на даче у знакомых. Ну, как у знакомых. Узнал, что люди в столицу уехали. А потом резко решили вернуться. Отпуск у них, что ли, начался. Еле свалил. Хорошо, что хоть сумку успел прихватить. Юрка, спасибо, что приютил. Я-то понимаю, что тебе сейчас эта морока незачем. Ну, может, и есть. Зачем? Это о чем? Слушай, а ты Ларку Трепину давно видел? Трепину. А, колобка наша. Да, как-то случайно в городе пересеклись. Как обычно глазки мне строило. Да? А ты это к чему? Да есть одна мыслишка. Мне надо, чтобы она документик один подписала. Я вот думал, как же мне это провернуть. А тут ты позвонил. И все в моей голове тут же и сложилось. Не понял. Сейчас расскажу. Мариш, привет. Это я. Да, я уже подъехал. Выходи. Ну, ты даешь, конечно. А что делать? Спасибо за тачку. Пожалуйста. Ты уверен? Абсолютно. Ну, тогда удачи. Давай. Давай. Ничего себе машина. Это есть твой сюрприз? Садись скорее. А куда мы поедем? Я сейчас тебе все расскажу. Страшно? Нет. А так? А вот так? Дима, что ты делаешь? Дима, возьми за руль. Я тебя прошу, пожалуйста, возьми за руль, Дима. Предложение я тебе делаю. Дима, возьми за руль. Я тебя умоляю. Ты согласна? Да, я согласна. Слышишь, да, я согласна, я согласна. О, боже. Ты дурак, что ли? Да. И похоже, тебе с этим придется жить. Я женюсь! Слышишь! Эх, девка, вы прос caете. Эх, девка! Эх, девка. Эх, девка. Эх, девка, ты сэй. Эх, девка, ты сэй и я сэй. Эх, девка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, Олег так шутит. Не бери в голову Сори Ладно, в любом случае У меня тренировка через полчаса начнется Мне пора Хорошая тренировка Спасибо Да, Димыч Узирил ты меня, конечно Нет, ну в смысле девушка Не совсем твой типаж, что ли А может я взрослею, мудрею Ну разве что А ты знаешь Я сам всего этого от себя не ожидал Ну что ж, тогда поздравляю Выбрать невозможно Но в любом случае твоя слайба будет вкусной Здесь прослойка со взбитыми сливками Я потом попробую Димка Неужели? Привет, сестренка Не отвлекаю? Ну, любому другому ответила бы, что очень занята Как приятно Значит соскучилась? Конечно соскучилась Я тоже Слушай, у меня к тебе вопрос У тебя найдется два местечка для меня На предстоящем торжестве Шутишь? Неужели вернешься? Да, конечно А ты Олега хочешь с собой взять? Тогда три Еще со мной будет моя невеста В смысле невеста? Опять прикалываешься? Нет, я очень серьезен Я встретил девушку и хочу на ней жениться А как же Ника? Жень, брось Это все так несерьезно А что если скажу, что не хочу видеть чужого человека на своей свадьбе? Ну неужели ты нас прогонишь? Не прогоняй нас, мы классные Слушай, Марина очень хорошая девушка Вы подружитесь, я уверен И да, пожалуйста, никому не говори Я сам хочу это сделать Все, пока Продолжаем Мне вот это понравилось Ну-ка, показывай С вишенкой сверху Димон, ты чего? Братан, ты Димон, ты что творишь? Ты месяц назад еще на больничной койке валялся А теперь я живее всех живых Ну зачем вы заехали во двор? Я же разговаривала с вашим диспетчером Объясняла ему, чтобы вы ждали меня возле арки Пожалуйста, давайте быстрее Я за вас на самолет опоздаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть ты, помогите Тихо, малыш, да я Все в порядке Что тебе нужно? Я соскучился Да ты что? Малыш, ну прости, у меня не было другого выхода Я не хочу это слушать Подожди, прошу тебя Я все исправлю Что ты исправишь? То, что ты меня ограбил, это ты исправишь? Или то, что ко мне приходили какие-то бандиты, которым ты должен? Это ты исправишь? Да, я виноват Я знаю, но я все решил Я все решу И потом я буду делать все, чтобы ты меня простила Все, что угодно, слышишь? Ну да, я накосячил Но я боялся за тебя Мне нужно было исчезнуть Я не думал, что я не приду А нужно было думать Да, нужно было Малыш, я клянусь Я все исправлю Мы Уедем из этого города в столицу, как мечтали И все начнем сначала, слышишь? Я прошу тебя Через два часа, как стемнеет Я буду ждать тебя на нашем месте Я очень тебя прошу, приходи Дай, пока что никому не говори, что я вернусь Ну что, нравится здесь? Да Или еще когда-то пойдем? Мне кажется, вы должны это знать Что вы хотите? Поехали здесь. Ну, что, дальше? Да! Он боялся, что ты не придёшь. Я и сама не понимаю, зачем я здесь. За этим. Ты не пожалеешь, что дала мне второй шанс, клянусь. Завтра сюда приедут люди, в встрече с которыми изменит для меня всё. Для нас. У нас с тобой начнётся новая жизнь. Я никогда больше не совершу ничего такого. Чуть не забыла. Это тебе. А это мы повесим на ключи нашей новой квартиры, когда мы уедем отсюда. Как же я соскучился. Я сделаю всё, чтобы ты меня простила, слышишь? Слушай, зачем нужна эта земля в Васильевске? Да просто хотят люди построиться. Тебе какая разница? Собираются построить коттеджный городок премиум-классу. Не смешил в этой дыре? Ну им виднее. Ладно, слушай сюда. Твоя задача сделать так, как мы договорились. Ты меня понял? Угу. Угу. Ты куда? Сядь, не маячь. Пока всё на мазине будет. Я на минутку. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько будет стоить самый лучший номер у Вас в гостинице на ночь? Простите, лучший, к сожалению, занят, но у нас есть много хороших и уютных номеров. Мне для романтического свидания. Смотрите, для влюблённых у нас есть специальное предложение с организацией ужина прямо в номере. Вот. Смотрите, пожалуйста. О, отлично. Беру. Здравствуйте. 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 Роман – надёжный человек. Ему можно доверять. Если Вы считаете, Романа надёжным человеком, способным помочь с вопросом документов на землю, мы можем ударить по рукам. Я привык доверять людям, с которыми веду дела. Вопрос с документами я смогу решить, вот только мне нужно понимать, зачем Вам нужна эта земля? Мы хотим построить коттеджный городок премиального сегмента. Это большой, серьёзный проект. Вы берётесь? Ну, какова цена вопроса? Как и договаривались. Тогда пятьдесят процентов вперёд. Нет, Роман, я так не работаю. Будут документы – тогда будем разговаривать. Хорошо. Тридцать процентов. Молодой человек, Вы за кого меня принимаете? Десять процентов. Стоп, стоп, стоп. Мне нужно договориться с некоторыми людьми. Для того, чтобы что-то получить, надо сначала что-то вложить. Все верно, юноша. Нужно сначала вложить. Какие гарантии? Моё честное имя – самая надёжная гарантия. Ты домой едешь? Может, перетрём? Чё там дальше и как? Потом перетрём. Извините, я бы хотел отменить бронирование. К сожалению, это невозможно. Стопроцентный штраф после 14.00. А, ну ладно, тогда оставляйте. Прекрасная покупка. Поздравляю вас. Спасибо. Хорошего вам дня. И вам. Ничего не планирую на вечер. Серьёзно? Он всё объяснил. И всё исправит. И вообще, это моё дело. Не, ну, кажется, это твоё дело. Я просто пытаюсь тебя предостеречь, чтобы ты на те же грабли не ступила. Понимаешь? А вы вообще работаете? Добрый день. Чем я могу вам помочь? Покажите. Ну, вот это. Кольцо примерю. И это. Угу. Да, милый. Всё, бегу. Ну да, две минуты давай. Да. Скудненький у вас выбор, конечно. А по-моему, вам очень идёт. Да? У каждого своё. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, понятно. Угу. Да. Привет. Привет. Проходи. Что за повод? Да вот, пытаюсь загладить свои косяки. Получается? Ну, возможно. Ну, возможно. Значит, я на правильном пути. А как твоё важное дело? Всё получилось? Да, конечно. Только... Давай сейчас не будем об этом есть, ты и я, и... Больше меня ничего не волнует. Это я. Ну, он со своей бабой в отеле завис. Наверное, на ночь останется. Что делаем? Понял. Что делаем? Но я... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Два кофе с молоком в двести четырнадцатый. Заказ принят. Спасибо. Всего доброго. Да? Объявился крысеныш? С деньгами, надеюсь. Сумму помнишь? Знаешь, сколько там ноликов набежало? Я не понял, откуда столько? Посчитали пеню по стандартному тарифу. Времени у тебя до обеда. Иначе живым из города ты больше не слиняешь. Ром. Ром. Убежала на работу. Спасибо за кофе. Да, сделаю. Простите, но ваш номер еще не оплачен. Дело в том, что мой жених, он где-то здесь. В бассейн, наверное, пошел. Он вернется и все оплатит. А мне на работу пора. Извините, но он недавно покинул отель. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Держите. Будем рады видеть вас еще. Абонент не может прийняти ваш звонок. Зателефонуйте, будь ласка, пизнише. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ключи чьи? Катерины, наверное. Хозяйкина в сумке. У кого еще ключи были? У Марты. Напарница ваша Райцина? А что-то ее на работе до сих пор нет. У нее выходной сегодня? Я не знаю. Она может отпрашивалась у Катерины. Я не знаю. Вот как так вот был человек и нет его. Посмотрел, что там? Да ничего. Камер на зале ни на фасаде нет. И видно, что сняли их совсем недавно. Да, новые хотели ставить. Но что-то не срослось. Привет. Как здоровье мамы? А, да, уже лучше. Спасибо. Жаль, что мы с детьми так редко ее навещаем. Она так изменилась с момента нашей последней встречи. Ты же сейчас не будешь говорить, что я все неправильно понял. Я не буду спрашивать, кто он. Мне неинтересно. И что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Юрист уже готовит документы на развод. Оперативно. Разведемся после Жениной свадьбы. А сейчас я прошу никому и семье об этом не говорить. Не хочу портить праздник. Ну, конечно, праздник. Это же самое главное, да? Наверное, жалеешь, что не подписал брачный контракт? Не, я ни о чем не жалею. Детей я полностью обеспечу. Отбирать у тебя я их не собираюсь. Но половину времени я не буду проводить со мной. Какой ты идеальный, Леша. Прям пуговку хочется застегнуть. Только мы оба с тобой знаем, что за этой идеальной картинкой скрывается. КОНЕЦ СИГНАЛИЗАЦ Ну, что думаешь? Что думать? Вор знал, как работает система сигнализации. Я что, камеры в зале на фасаде нет. Спокойно открыл дверь родным ключом, сейф тоже. И тут не вовремя явилась хозяйка. Прикинь, нанимаешь человека, зарплату ему платишь, доверяешь, а он тебе вместо спасибо головой об сейф. Послушай, ну вот как-то все у тебя однозначно так. Сигнализацию почему не отключила? Вот поэтому не отключила, чтоб на нее не подумали. На работу она случайно не пришла, что ли? Ну, допустим. Допустим, Райцена решила обчистить кассу магазина, в котором работает. Почему утром? Ночью спокойней, времени больше. Тем более у нее круглосуточный доступ к ключам. Юдин, ну ты меня слушаешь вообще, ну? Цена у них тут, конечно. Не понимаю, зачем мне так подставляться? Люди просто сейчас такие, уверены в своей безнаказанности. А за непреднамеренное убийство сколько дают? Это еще доказать надо. Преднамеренное, ну там, или непреднамеренное. Да, конечно. Натворил ты делов. Да сколько можно повторять? Ну не знал я, что эта дура так рано в магазин припрется. Вцепилась в меня, орала, как бешеная. Она бы весь город на уши поставила. Тихо ты. Не ори. Ну я ее оттолкнул, не сильно, правда. Но я же не знал, что она на своих каблах подскользнется и головой об угол грохнется. Оттолкнул? Придурок. Что с тобой делать теперь? Юр, мне кроме тебя идти некуда. Ладно. Я через пару часов в город поеду. Гляну, что там и как. Отойди. Викуля. Викуля. Ведь это следующий год последний в гимназии. Ведь нам на самом деле очень хочется знать, что ты надумала насчет учебы. Ты решила, чем ты хочешь заниматься? Я не знаю. Мне нравится готовить. Лидочка говорит, что у меня вкусно получается. Прости, я просто поболялась бы даже попробовать то, что ты приготовишь. Ну и не ешь. Потому что сегодня все готовила я. Детка, ты молодец. На самом деле очень вкусно. Ну, я говорю о другом. Я говорю о твоем будущем, о твоей профессии. Игоря, что ты думаешь? Вы о чем? Вика у нас собирается стать поваром. Между прочим, пап, твоим избирателям это понравится. Ты же хочешь быть ближе к народу. Не неси ерунду. После гимназии ты поступишь в университет на нормальную специальность. Возможно, отправим тебя в Лондон. Там хорошее образование можно получить. Юридическое или экономическое. А ты уже все решил, да? Ничего не забыл? Меня спросить, например. Вика, ты не понимаешь, от чего отказываешься? Я там училась. Это очень престижно. А толку? Чтобы целый день дома сидеть и мужа с работы ждать? Не обязательно учиться за границей. Я лучше волонтером в приют пойду работать. Буду кормить бездомных. Ну, действительно, почему бы и нет? Папа всегда денег даст. Привыкла на всем готовом, как и ее братец. Игорь, ну вот так тоже неправильно. Она почти взрослая, может иметь свое мнение. Могли как-то спокойно поговорить. И Дима, это совсем другое дело. Нам нужно срочно встретиться. Игорь, ты слышишь меня? Что? Я очень скучаю по тому времени, когда мы садились за стол без телефонов. А я скучаю по тому времени, когда мне здесь не указывали, что делать. явно спешила девушка. Ну, все понятно. Ты смотри, отличница. Скажите, куда могла уехать ваша дочь? Друзья, знакомые, родственники иногородние? Нету и никого. Ромка был. Да и тот. А что за Ромка? Кавалеры. Только поссорились они. А как найти? Контакты есть? Сейчас принесу. Фотографии захватите. Пишите номер. Семь лет назад. Новые фотографии есть? Только эта. Не жила она здесь в последнее время. Финансовые трудности у нее были? Кому сейчас легко. Что, Раиса Антоновна, снова в долги влезли? Я с своими долгами давным-давно рассчиталась. А я про ее дела ничего не знаю и знать не хочу. Ну, все понятно. Пойдем. Держи. А ты что, знаком с ее матерью? Да, известная она. На лице все написано. Пьет? До чертиков. Как-то у всех соседей денег назанимал, а как пришло время возвращать заявила, что никому ничего не должно. На нее заявление штук пятнадцать накатали тогда. Сейчас похоже в завязке. Ненадолго. Ну, ты бы видел, какая она в молодости была. Эх. А потом... вот и дочке ей удивляешься. Отличница, все такое. Да только яблоко от яблоньки. Да. А вот и еще одно яблочко. Брат? Угу. Молодой человек, а можно у вас? Да. Юдин, а проверь-ка пока. Ты серьезно? Сестра где? Не знаю. А за что ищем ее, знаешь? За что? Ой, натворила она дел, похоже. С деньгами у нее проблемы были? Нет. Малой? Туфли не сестры случайно? Да вроде нет, не помню таких. Ее это туфли. Ромка купил. Да, Ромка, как же. Она, между прочим, на них три месяца копила, мам. Половину зарплаты нам отдавала, себе во всем отказывала, а ты сейчас взяла и... Так, туфли забираем на экспертизу. Ну, по-моему, все и так ясно. Что случилось-то? Добрый день. Вам столик на сколько присутствует? На двоих. Прошу, за мной. С ума сошла, уселась на самом видном месте. А может, мне надоело прятаться? У меня выборы на носу. Тебе тоже лишний разговор ни к чему. Мне уже все равно. Я развожусь. Нас, дорогой мой, кто-то застукал и фоточку моему мужу скинул. Испугался? Не бойся, тебя там не видно. Зато я во всей красе. Так что теперь я почти свободная женщина. Грустно, когда семьи рушатся. Ты сейчас серьезно? Или ты это в роль так вошел? Чего ты мне хочешь? А я вот тут подумала. Информация о том, кого это я так нежно целую, заинтересует многих, наверное. Если я не ошибаюсь, от развода ты особо в финансовом плане не потеряешь. Ты еще меня шантажировать решила? Ничего не слепнется. Не слепнется. Сколько ты хочешь? Я не знаю, надо подумать. Но ведь не в деньгах же счастья. Ну, точнее, не только в них. Игорь Валентинович, здравствуй, дорогой. Лев Евгеньевич. Видели вас по телевизору с женой. Очень вы там по делу, я бы сказал. Очень. Невестка моя, Кристиночка, знакомься. Вот просится ко мне на работу в компанию, как понимаешь. Отказать не имею никакого морального права. Я сам такой. Ну, рад был встрече. Да, я тоже иду. О. Кристиночка, ты подумай, нужно оно тебе или нет. Можешь дома оставаться, детьми заниматься. Если что-то надумаешь, позвони. Пойдем. Да, пойдем. Я могу часами смотреть на небо. Мне кажется, оно как жизнь. Глупо, да, но просто ты видишь только маленькую его часть. А что там за горизонтом, можно, ну, только догадываться. Ты чего-то боишься? Не знаю, просто предчувствия. У меня хорошая мама. Ты ей обязательно понравишься. И Женьке тоже. Ну, с Викой, конечно, это вопрос. Но она у нас вообще проблемная. Я всегда мечтала о большой семье. Мы с девчонками в детдоме по ночам накрывались одеялом с головой, брали фонарик и сидели, шушукались, обсуждали, у кого как будут звать детей, мужа. Ну и как у тебя совпало? Ну, с тобой нет. Я всегда считала, что у моего мужа будут звать как-то экзотически. Типа, там, Роберт или Кен. Из-за этого девчонки смеялись, будто я замуж вообще не выйду. Вот видишь, просто у тебя интуиция слабовата. И с этим твоим предчувствием тоже явно мимо. Все будет хорошо. Посмотрим. Это ты. Спасибо, что приехала. Я еле придумала, что своим сказать, куда я ночь урванула. Да, место ты выбрала, конечно. Это первое, что в голову пришло. Я знаю, что сюда никто не сунется. Меня в детстве каждое лето сюда на месяц отправляли. А теперь этот лагерь заброшенный стоит. Ладно. Как там в городе? Ну как? Сама подумай. Убийство в Васильевске. Тебя ищут. Ты же понимаешь, что это не я. Я понимаю. Но там твои ключи были. Он взял, да? Оксана, я вообще ничего не понимаю. Он не мог. Ну, конечно, он не мог. Я проснулась, его нет. Ключей тоже нет. Дозвониться ему не могу. Она пошла в магазин, а там... А там она... Мертвая. Так, а мы сейчас едем в полицию. Ты вот это все им рассказываешь, и пусть они его ищут, а не тебя. Нет, нет, ты что? Мне нельзя в полицию. Они же меня... Я же сбежала с места преступления. Мне никто не поверит. А что ты сбежала? Я испугалась. Я не могу. Я пришла, а там она лежит. Я пыталась ей помочь. Потом поняла, что там везде отпечатки мои. Ну и... Не, ну может, правильно, да. Телефон и карточку выкинь, а то они тебя отследить могут. Давай. Давай. Ну что там? Здравствуй, моя девочка. Здравствуй, красавица. Да оставь ты ее в покое. Юрец, что там? Да что, что. Весь город на ушах там. Вот что. Капец, попал я. Скучала по мне? Моя сладкая. Но не факт, что попал. У них уже есть основной подозреваемый. И это не ты. Ты что, шутишь? А кто? Ты не поверишь. Подружка твоя. Марта? Да. А ну да, ключи от магазина и от сейфа ее были. Это что, получается, она меня не выдала? Да она сбежала. Ее по всему городу ищут. И что мне теперь делать? Да что делать? Сиди да не высовывайся. Если полиция на тебя выйдет, можно съехать на то, что вы давно расстались, и про ее дела ты ничего не знаешь. Ну да, никто же не знает, что мы сошлись. И о том, что я в городе тоже. Слушай, ну для полиции этого хватит. Но ты учти, если полиция ее арестует, Марта молчать не будет. И что? Не убивать же ее теперь? Да. Одно и больше. Одно и меньше. Юрец, ты чего? Да шучу я. Чего ты напрячься-то? Будем надеяться, что не арестуют. Придурок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка. Конечная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так мы же в столицу ехали. Приехали. С тебя соточка, капитан. Ты же мне не верил, что эта отличница на мокруху способна. А я так сразу просек. Кроме нее некому. Вон, экспертиза пришла. На брелоке для ключей обнаружены какие-то неидентифицированные отпечатки пальцев. Зато поверх них четко видны пальчики райциной. Ой, понятно. Только пролетаешь ты мимо сотни старлей. Мы с тобой не спорили. А жаль. Нужно было тебя уболтать. Так, ладно. Разошли ориентировки во все полицейские участки. Все-таки странно, что этот ее дружок пропал бесследно. Никто его не видел. Телефон отключен. Может, и странно. Но улики-то против нее все. Я что подумал? Может быть, тут где-то домик себе прикупить и жить тихо, спокойно, на свежем воздухе. Да? Ну да. Променять тачку на лошадь не глядя. Вместо 260 лошадиных сил за коронью гоняться и одной хватит. Нет, на самом деле, я серьезно. Красиво же. А вот, кстати, и яркое тому подтверждение. Что, подвезем? Да, да, конечно. Девушка, вас подвезти? Куда? Прямо. Девушка, а вас как зовут? Оксана. Оксана, очень приятно. Я Олег. Я Дима. А это Марина. Вы где-то здесь живете? Нет. Нет, ну правда, вам куда? А вам? Нам. Домой, в столицу. Мне тоже. Куда? В столицу или к нам домой? Олег! Девушка, ну может, вы что-нибудь расскажете об этих местах? Не знаю, там, какие-то легенды или что-то типа того. Оставьте человека в покое. Расскажите, расскажите. Возьми сам что-нибудь с Рассками. Не проблема. Вот мы с этой красавицей скоро поженимся. Везу ее ознакомить со своей семьей. Поздравляю. Поздравляю. А вы, Оксана, замужем? Нет. А жених у вас есть? Олег! Ну ты сразу к девушке подкатился. Ну а что? Ну ладно. Ну и что серьезная такая? Не задумалась. Про Димку вспомнила. Да уж. Все в доме теперь только и говорят, что о нем и его новой пассе. Как будто свадьба у него, а не у меня. Никось, прости. Я так надеялась, что мы будем одной семьей. А тут такое. А я, знаешь, уже успокоилась. Чему быть, того не миновать. Ну? Давай сначала на нее посмотрим. Какая ты красивая. Как съездили в Васильевск? Да никак. Только время зря потратили. Значит, земли под застройку не будет? Земля от нас никуда не денется. Не денется, Миша, да? Вообще-то тебе пора бы какую-то нам конкретику дать от тех, с кем переговоры ведешь. Ну, есть из-за покупателя. Точнее, покупательница. Дает нормальную цену. И она посредник. То есть можно еще дальше торговаться. Ну, вот хорошо. Пора бы мне с ней познакомиться. Отмечу, что этот проект был высоко оценен на Международной строительной конференции. Поэтому с уверенностью могу сказать, что такого в нашей стране еще никто не строил. Ну, на словах звучит очень убедительно, конечно. Но экспериментальность комплекса пугает. Я не думаю, что найдется достаточно желающих купить такую недвижимость. Мы руководствовались в том числе исследованиями рынка. И наши аналитики показали, что... Нет, Алексей, я хочу получить классический жилой комплекс с хорошей этажностью и вместительным паркингом. Продукт, которым славится Стрелстрой. Или я отказываюсь участвовать в финансировании вашего проекта. Алексей, вы мне глубоко симпатичны. Ваша смелость, идея. Но Петр Семенович прав. Это очень ненадежное вложение. Хорошо, тогда у меня есть для вас предложение. На следующей неделе я подготовлю полное исследование рынка и отправлю его вам. Ну, честно говоря... Лично для меня вопрос уже решен. Ну, ничего, ничего. Просто нового возраста. Конечно. Алексей, я хотела у вас спросить. Как ваши дела дома? Юль, я благодарен, что вы сообщили о том, что увидели. Спасибо. Вы знаете, я потом себя так ругала. Очень неприятно стать причиной для разногласий в чужой семье. Все хорошо. Послушайте, может, я могу вам чем-то помочь? Да, Юля, подготовьте материалы для инвесторов. Нужно сделать все, как надо. Все сразу так навалилось. Толком ночью не спала. Совсем измучилась. Это потому, что ты принимаешь все близко к сердцу. Ну, а зачем тогда сердце? Тебе нужно беречь себя. Ну, ты же знаешь, что я это не умею. Любить, горевать наполовину. Не принимать близко к сердцу, это все равно, что музыку слушать в полууха. Может, лучше вообще не жить? Любить, горячим. Любить, горячим. Ну, Вера такой нет. Да и у девочек тоже. Как прошло, Петя? Как по нотам. Многие пошли в отказ. Нужно было только начать. А остальные уже поддержали. А малой что? Растерялся, понятное дело. Взял паузу. Жаль, что я этого не видел. Зачем это все, Игорь? Уводить инвесторов у своей же компании? А ты хорошо помнишь стрелстрой до того, как я стал им руководить? А что там помнить? Средненький игрок на рынке. Строили очень мало. По слухам, старший Стрельницкий даже отказывался от некоторых заказов. Вот именно. Видишь это? Да, уже оценил. Хорошо построили. И заработали мы нормально. Виктор бы носом крутил. Я беру и делаю. А с Молын-то что не поделить? Так, дела семейные. Хорошо, что ты правильный выбор сделал. Ну, удачи в предвыборной гонке. Миша, ну зачем так с людьми-то? Он же нам помогает. Крыс не облен. Даже тех, которые нам помогают. Слушай, Оля же. А давай я за руль сяду? Да нет, тут недолго осталось, я сам. Ну, ты же знаешь, не могу быть я пассажиром. Ну, я и так еле удержался, чтобы тебе под руку не лезть. Но могу не удержаться, нервы-то не железные. О, ладно, держи. Оксана, вы в столицу надолго? Да. Ну, может, номерочек дадите, встретимся, кофе повкуснее попьем. У меня нет телефона. Как это? Так вышло. Как вышло. Да. Загадочная вы девушка, Оксана. Мальчики. А. Давайте селфи на память все вместе сделаем. Давайте. Олег, а ну сними, с твоего места удобнее все будет. Не вопрос. Только давайте как-то покучнее, что ли. Марина, и отстегнись на минутку. Лепку сними. Так. Ну и улыбайтесь, я не знаю. Покажи. Блин, я только сейчас заметил. Что? Девчонки, вы что, нас разыграли, что ли? Гляньте, Мон, разве не правда? Офигеть, как похоже. Мариша, это твоя сестра? Ответ неверный. Димон, ты что завелся? Он думает, он самый крутой на дороге. Сейчас посмотрим. Давай помедленнее. Дим, перестань фиг с ним. Нет. Эй, остановись. Не мешай. Димон, что ты? Димон. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ай, черт! Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима. Тима, Тима, Тима. Тима, 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 Тима. Тима, 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 Тима. Тима, 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 Тима. Тима, 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 Тима. Тима, 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 Тима. Тима, 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 Тима. что это он был за рулем. Олег! Нет! У него же тоже мама есть. Он ни в чем не виноват. Это ты во всем виновата. Ты? Ты меня отвлекла! Если бы не ты, они бы... А теперь ты и мне жизнь ломаешь, да? Ты должна все исправить. Ну! Нет. Тварь! Тварь! Бежим! Тварь! Тварь! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Корнилова Марина Александровна, значит. Кем вам приходилась погибшая девушка? Ни кем. Она просто голосовала на трассе. А мы решили подвезти. Марина Александровна, вы знали погибшего до сегодняшнего дня? Кем вам приходился погибший? Другом. Ну а вы-то кем друг другу приходитесь? Мы... Простите. Мы обручились недавно. Расскажите подробно, что было на дороге? Мы ехали ко мне домой. Олег... Он... Он был за рулем. А потом... Я даже не понял, как это все произошло. Когда я очнулся, то... Ничего, разберемся. Здесь есть ваши вещи? Зажигалка Олега. Я мог бы оставить ее себе на памяти? Пока нет. Вещи будут использованы для опознания родственниками. Тела сильно обгорели. Марина Александровна, есть ваши вещи? Нет. Претензии к родственникам водителя предъявлять будете? Что вы такое говорите? Нет, конечно, нет. Марина Александровна. Нет. Ну что ж, если близкие погибшей... Не буду тоже выдвигать претензии, то дело можно считать закрытым. В связи с гибелью виновника ДТП. С небольшими террасами это очень хорошо. Только куда солнечные панели делятся? Да, Дим, привет. Приехал? Что? Что? Ты сам цел? Хорошо, кидай адреса, сейчас буду. Я никому ничего не скажу. Жди. Так значит, ты в бегах, да? Марта, тебя ведь так зовут, правда? Я видел фотографию на доске. Я вот тут так подумал, вспомнил, как мы тебя подобрали, как ты на вопросы не отвечала. Тебе ведь все это сейчас на руку. Хочешь, я могу прямо сейчас все переиграть? Нет. Только давай сразу на берегу договоримся. Мы сейчас в одной лодке. Все верно. Меня подозревают в убийстве, которого я не совершала. Мне слабо. Меня подставили. Человек, которого я любила. Почему я должен тебе верить? Потому что я говорю правду. Я могла сейчас в принципе ничего не рассказывать. Но мы же с тобой в одной лодке, да? Так давай выплывать вместе. Я не выдам тебя, а ты подтвердишь, что я Марина Корнилова. А Марта погибла в ДТП. Хорошо. Тогда ты поедешь вместе со мной знакомиться с моей семьей. Нет. Вместо нее. Я не смогу. Сможешь. Если я могу, значит и ты сможешь. Ты что думаешь, мне сейчас легко? Ты просто боишься, что я тебя сдам. Да. Для этого я должна с тобой ехать. А как я могу тебе доверять? Ну сама подумай. Для тебя это тоже решит много проблем. Сможешь переждать в моем доме какое-то время. Прикинемся парой, которая собирается пожениться. А потом поссоримся. А потом поссоримся. Ладно, давай так. Только мне нужно знать, какой была Марина. Что ей нравилось, чем занималась. Все. Я тебе все расскажу потом. Потом. Когда я смогу принять, что ее больше нет. По-моему, тебя ее смерть не особо взволновала. Ты ни черта обо мне не знаешь. Пойду подышу свежим воздухом. Кристиночка, ну что ж ты мне ничего не сказала, что у вас с Алешей было совместное интервью? Хотела, чтобы это был сюрприз. Удалось. Беру свежий журнал. А там целый разворот. Семейные фото. Это же прелесть. Танечка, Данечка. Да? Да? Игорь Валентинович, здравствуйте. Детки, поздоровайтесь с дедушкой. Дедушка, привет. Привет, привет. Ну как вы тут? Игорь, Кристиночка поживет у нас с детьми до свадьбы Жени. Ну как раз поможешь с организацией. Какая прекрасная идея. Ну вообще-то этим занимается лучший вент агентства города. Андрей уже уехал? У него какая-то встреча в банке. Ну ладно, хорошо, потом с ним поговорю. Надо сделать пару важных звонков. Пусть Миша машину поставит и зайдет. Скажите, что я у себя в кабинете. Ну вот, ознакомьтесь. Это мой брат Леша. Это Марина. Жаль, что приходится знакомиться при таких обстоятельствах, но я рад, что вы оба целы. Спасибо. Леш, очень хочется домой, принять душ, смыть все это. Поехали. Поехали. Леша привез одежду, можем переодеться где-то на заправке. Мать Олега за границей была. Уже летит домой, всем сообщили. Ты говорил, с вами еще девушка была. Надо ее родным сообщить. С ее родителями полиция уже связалась. Мы ее впервые в жизни видели. Маме на глаза пока не показывайся. Вначале я аккуратно предупрежу. Она и так твою последнюю гонку еле пережила. Не последнюю, точно. Марин, вы привыкайте. У нас в семье все друг другу что-то не договариваются. Конечно, кроме Леши. Он у нас самый честный. Как-то долго все тянется с этим землеотводом. Я же предлагал надавить. Говорю тебе, те люди по-другому не понимают. Нельзя привлекать внимание. Давай дождемся конца недели, там решим. Да, и еще по поводу этой твоей покупательницы. Сразу после свадьбы организую встречу с Андреем. Ну, хочу, чтобы он занимался этим вопросом. Все равно все будет идти через его банк. Ну, и нам с собой лучше подальше держаться от этого. Лады? Что она творит? Думает, что сможет меня припугнуть. Забавная такая. А что, она добивается? Черт узнает. Какая разница? Игорь, ты бы решу с ней вопрос. Могут быть проблемы. Да решу, не бери в голову. Ты лучше посмотри, какая у меня смета за банкет пришла. Это свадьба мне как запуск космического шаттла обходится. Да, Юрий Алексеевич, слушаю. Где это случилось? Где он сейчас? Спасибо, дружище. Опять... Опять мой сын попал в аварию. Опять что ли на своей доске катался? Новая же джинс. Тебе-то что? Ты мне их покупала? Конечно. Сейчас начнешь. Марта, то, Марта, то все. А что с нами теперь? Из-за твоей Марты. Весь город опозорил. Есть кто дома? Да, да. Привет. Привет. Здрасте. Я вам тут купила? Лишними не будут. Бери. Спасибо. Чайник поставь. Ну что? Нет от Марты новостей? Позор. Вот и все новости. Тетя Рай, ну вы серьезно думаете, что Марта могла это совершить? Полицейские сказали. На нее все указывают. На самой Марта. След простыл. Чего сбегать-то, если не виновата ни в чем? Да почему у тебя, Марта, ты всегда во всем виновата? У вас не заперто, можно? Господи, проходной двор. Добрый день. Здравствуйте. Ну, может, и хорошо, что вы все здесь. У меня новости по поводу Марты. Боюсь, неутешительные. Посадят ее. Дог. Мне очень жаль, но, похоже, Марта погибла. Как? В ДТП. Машина, в которую она ехала, вылетела с трассы. А куда она ехала? Похоже, в столицу. А Рома? Рома, парень ее. Вы его нашли? Как сквозь землю провалился. Причем давно. И нет никаких сведений, что он за последний месяц хотя бы появлялся в городе. У него были финансовые трудности. Я не понимаю, это что, не мотив? Ну, пожалуй, мотив. Но этого мало. Все улики, которые у нас есть на сегодня, против Марты. Не жаль. Но вам придется проехать на опознание. О, девчонки, привет. Приветик. Это Кристина? Да. Кристина! Ритка! Красавица моя, привет. Я тебя так рада видеть. Слушай, я не знала, что ты уже приехала. Когда? Да закончился контракт месяц назад. И я решила, что хватит с меня этого Сингапура. Да ты что? Давай, расскажи мне все. Да. Решила завязать с карьерой модели. А то все эти кастинги, перелеты, примерки, все это очень тяжело в нашем возрасте. Ну, ты понимаешь. Что-то я как бабка заговорила. Если бы ты знала, Ритка, с каким бы удовольствием я сейчас на какой-нибудь кастинг или примерку, как раньше. Ну, куда мне? У меня уже двое детей. Да ладно. Да, и муж. А что так грустно? Все нормально? Нормально все. Просто чуть подостала от семейной жизни. А ты что? А я как раз задумалась над перспективой тихого семейного счастья. Серьезно? Да. У меня тут такой роман наметился. Мы уже пару недель встречаемся. Он молодой, очень красивый, перспективный банкир. Работает в очень крупном банке на высокой должности. Круто. Познакомишь? Как-нибудь потом. Что ты? Не бойся, не уведу. Ага. Алло. Да, милый. Да, я уже бегу. Уйти, уйти, уйти. Покажи. Ну, хоть фотку. Ну, я же сказала, как-нибудь потом. Ритка. Что Ритка? Я предлагаю встретиться на кофе. Ладно, давай. Пока. Да, созвонимся. Ты, кстати, отлично выглядишь. Спасибо. Все, девчонки, я побежала. Пока. Пока. Пожалуйста. Вот это номер. Редактор субтитров. Анастасия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Состояние тела исключает какое-либо опознание, поэтому процедуру придется провести по личным вещам. КОНЕЦ 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 И здесь, пожалуйста. А здесь напишите, с моих слов записано верно. Справку по смерти вам выпишут. Понадобится для похорон. Дорогой. Что, испугался? Ну, исти себя. Я не знаю, зачем ты это затеяла, но неужели ты думаешь, что сможешь что-то добиться своим приездом сюда? Смотри, как несправедливо получается. Моя семья разрушена. Впереди развод, разговоры с детьми. Потом переезд. А ты сухим из воды выходишь. Не струйся мученицу. Напомни, сколько я потратил на тебя за это время. Игорь, я хочу, чтобы ты развелся со своей женой и женился на мне. Да, я понимаю, до выборов это невозможно. У тебя имидж приличного семьянина. Но я подожду тебя. Но только до окончания выборов. Ты сумасшедший или прикидываешься? Я всегда думал, что ты взрослая, опытная женщина. И таких вот проблем у нас не будет. Но, похоже, я тебя переоценил. Ну, что мне делать? Ну, что мне всем рассказать про наши отношения? А что скажет твоя жена? А дети что скажут? Они не поверят. А знаешь, кто поверит? Журналисты. Боже мой. Они как уцепятся за эту новость. И все. Твоему рейтингу конец. А еще, любовь моя, я знаю про твои делишки в Васильевске. И если это всплывет, то тебя ждет не мэрия, а тюрьма. Поэтому ты хорошенько подумай и все взвесь. Ну, что там слышно? Да разное. А я, знаешь, сейчас сидел, думал и понял, что начну все заново. Без мутных всех этих историй все хватит. Заберу мартовую и уеду. Ну, это уже вряд ли. Тут такое дело. Новость одна есть. Нет, она, с одной стороны, конечно, плохая, но с другой. Короче. Нет больше твоей Марты. В аварии погибла. И села в какую-то машину. Такие дела. Ром, ну ты это... Ром. Ром, ну ты это... Ром! Да Рома, ну что ты творишь? Рома, ну ты ее не вернешь уже? Че? Да погоди, ты... Да слышишь или нет? Ты сам подумай. Подумай. Посмотри на меня. Смотри на меня. Ты от большой проблемы избавился. Полиция тебе ничего больше определить не может. Да и Най никому больше ничего не расскажет. Ром, ну... Да, я понимаю, тебе сейчас тяжело. Но тебе надо успокоиться. Отвлечься тебе надо. Может, делом каким заняться, а? Ром, дело с Ларкой помнишь? Так вот оно в силе. Ладно. Тебе решать. Внутри оно не такое большое, мне кажется. Дима, покажи Марине дом, я пока машина перестану. Сейчас сразу поднимемся ко мне в комнату, а завтра я тебе все покажу. В смысле, в твою? Ну да. Мы в одной будем жить. Ну, здравствуй, сын. Рад, что и на этот раз легко отделался. Я ведь любил ее, Юрец. Семью хотел, детей. Понимаешь? Теперь ее нет, и я даже не знаю, что мне делать. Да я понимаю, Ромчик, понимаю реально. Ты держись, брат. Ну, что, делом каким заняться. Поверь, оно легче станет. Опять ты со своими делами достал уже. Ты не понимаешь, Ром. Если мы сейчас это не сделаем, если мы сейчас это не сделаем, то все, считай, пропало. Да ты к черту. Это не моя проблема. Ну, погоди ты, Ром, ну подожди, сядь. Там дела у них серьезные. Понимаешь? Мы нормально бабла срубить сможем. Все. Строительство коттеджного городка в нашей дыре. Бред какой-то. Это не бред, Рома. Это расчет. Не зря же и главный, не только за 100 человек, но и кандидат мэра. Знаешь, Ромчик? Рома. Да? Ты хоть представляешь, сколько стоит людей? Литий? Литий. А тот, который в аккумуляторы заправляет? Какие аккумуляторы, придурок. Если мы сейчас сможем получить действительно это разрешение на стройку. Ну и тогда что? 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 Мы кошу сорвем. Вот что. Субтитры создавал DimaTorzok Папа, я ни в чем не виноват. А ты никогда ни в чем не виноват. Ты не замечал? В любом случае, завтра с утра встречаешься с моими политтехнологами. Они тебя проконсультируют. Потому что когда это все вылезет в прессу, такое начнется, и девицу свою предупреди, чтобы не высовывалось пока. По ней потом отдельно поговорим. Я могу идти? Иди. И к матери зайди. Она не усет, пока тебя не увидит. Не вставай, мам. Привет. Дима, я слышала про Олега, это ужасно. Да. Как же это, Дима? Мам, я сам не понял, как все это случилось. А невеста твоя, она где, здесь? Да, она тоже очень устала. Все, завтра. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok И зачем понадобился этот пресс сюда? Дети давно не видели бабушку. Понятно. Слушай, а другой комнаты нет? Да полно. Только это вызовет вопросы. Ну, давай скажем, что я стесняюсь или еще что-то. Это бред. Никто не поверит, что я хочу жениться на девушке, с которой я сплю в разных комнатах. Ладно. Я в душе спать. Сегодня был какой-то бесконечный день. Завтра будет новое, еще сложнее. Так что и ты ложись. Да, там в шкафу куча шмоток. Найди себе что-нибудь. А завтра попрошу мать подобрать тебе одежду. А завтра попрошу. А завтра попрошу. Открыто? Открыто? Рома. Ромочка. Рома. Ром. Ромочка. 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 А как ты, Миша, определил, похожа она или не похожа? Ладно, сирота, говоришь? Игорь Валентинович, свадьба вашего сына с сиротой это отличная возможность продемонстрировать единство кандидата с простыми людьми. Сейчас Миша найдет Диму, и вы его скорректируете, лады? Та самая Марина? Наверное, та самая. А ты Вика, да? Угу. А это правда, что вы с Димкой в аварию попали? Правда. Ясно. Знаешь, когда Димка позвонил и сказал, что с тобой приедет, я думала, ты будешь другой. Другой? Какой? Как все эти Женькины подружки. Ну, Димке всегда такие нравились. А ты... А ты другая. Красивая. Правда? Ты тоже. Да уж, конечно. Ладно, пойдем завтракать. Да что-то, пока не очень хочу. Пойдем, тебя уже все ждут. Все? Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 человеком. Или это тоже маска? Да, Кать. Алексей Викторович, я напомню, что у вас встреча через 30 минут. Спасибо, я успею. Вы спешите, давайте я на такси доеду. Я вас завезу тут недалеко. Ты почему не в школе? Просто сегодня экскурсия. Запихнут в наш класс, в один автобус и повезут в музей. И все опять меня будут доставать. Это из-за чего? Ну, идут из-за чего. Знаешь, надо мной в школе тоже часто смеялись. А я все понять не могла, почему. Чем я им так не нравлюсь. А потом поняла, что это ведь все не от большого ума. Ну, а толку от этого? Мне с ними еще как-то год учиться. Слушай, а как ты справлялась? Отвлекалась на то, что люблю по-настоящему. Ты про йогу сейчас? Да, конечно. А может, ты мне покажешь? Хотя бы несколько осан. Да, нога заживет, я покажу. Ладно. Только не забудь, а то у нас все в доме так. Но обещают, а потом делают вид, что никто не помнит. Марина, давай в прятки играть. Мы спрячемся, а ты нас ищи. Только втроем скучно. Надо еще кого-нибудь найти. Кто бы это мог быть? Вику. Нет уж, спасибо. Ладно, давайте втроем. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Простите, только вырвался с похорон. Можете навести справки. Я в этом бизнесе больше десяти лет. Вам не о чем волноваться. Уже навел. Ладно, Андрею полностью доверяю, поэтому, думаю, и с вами можно иметь дело. Основное вы знаете. Мы ждем со дня на день решения вопроса с землеотводом под стройку. Миш, да? Ну, а дальше вступаете вы. Кредит будет оформлен не на стрелстрой, а на другую компанию. Это ведь не проблема? Абсолютно нет. Банк перечислит деньги. Тем более с Гришей мы уже работали. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Я уверен. Я могу с тобой поделиться контактами мастера, он просто топчик. Угу, давай. Здравствуйте. Что будете заказывать? Нам два бокала вина, красного. Хорошо. За эти годы город так изменился, я помню время, когда здесь еще не было этого места. Правда? Может быть, не знаю. Я люблю это место. Будем здесь теперь встречаться. Угу. Да, может быть. Может быть. Малышка, сейчас. Я на секунду, хорошо? Мужской туалет, соседняя дверь. Что ты добиваешься? Сам не догадываешься? Извилин не хватает. С какой целью ты здесь нарисовалась? Чтобы Парфенов помнил, я все о нем знаю. Места, где он свои вопросы решает, или с любовницами встречается. Все, так ему передай. Понял? Не играй с огнем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что? Ну все, все, Миша, тихо. Игорь. Это война. Простите? Да ничего. Мне надоело это все. Надоело делать вид, что мы не знакомы. Надоело прятаться. Но я же тебя сразу предупреждал, придется потерпеть. Видимо, я переоценила свои возможности. Послушай, ты же знаешь, что я... что я люблю только тебя. И если бы мы встретились раньше, то ничего бы этого не было. Но если я сейчас отменю свадьбу, то все полетит к чертям. Мое будущее, твое. Ты понимаешь, кто ее отец? И сколько у нас с ним завязок по бизнесу? Ну а мне что делать? У тебя через два дня свадьба. Мне что, просто сидеть дома и радоваться? Ну съезди куда-то. В любую страну. Вот прямо сейчас купим тебе билеты. Лучший отель, шоппинг, все что захочешь. И поверь, я бы многое отдал, чтобы быть там с тобой. Да, и еще, я тебя умоляю, Кристине о нас ни слова. Вообще, я удивлен, что вы, оказывается, с ней подруги. Да никакие мы с ней не подруги. Так, общее, модельное прошлое. Забавное совпадение. Да, очень забавное. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Я ищу. Марина, это ты, я тебя узнала. Даня, да отцепись ты от меня, какая ты Марина? Что происходит здесь вообще? Ничего такого, мы просто играем. Что, прости? Я говорю, мы просто играем. Тебе не нужно мне сейчас ничего говорить, это мои дети, я знаю, как с ними обращаться. Наверное, именно поэтому вы вообще не обращаете на них никакого внимания. Что? Кристин, пойдем наверх. Пойдем, пойдем. Марина, Кристина член нашей семьи, и наша семья не привыкла к ссорам. Да ладно, мам. Мариночка, тебе нужно научиться себя вести. Вот ты, будешь жить. КОНЕЦ Извините за беспокойство, Марина, с вами хочет поговорить Игорь Валентинович. Я тут навел небольшие справки о тебе, но я же должен знать, кто попадает в мой дом. Интернат, лучшая ученица, институт физкультуры, йога, увлечения. Как тебе такое образцово-показательное угораздило связаться с моим сыном? Ну, почему угораздило? Дима добрый, хороший, веселый. И то, что мы такие разные, это как раз... Ну, ладно, ладно. Зачем сыну это женитьба, я понимаю. Чтобы меня позлить. Зачем тебе тоже? Я одно не понимаю. Ты даже не пытаешься изображать влюбленную невесту. А ведь такие, как ты, очень хорошо умеют это делать. Выпьешь? А, ну да-да. Ты же спортсменка. Так вот, Мариночка, я совершенно не против этой вашей свадьбы. Да-да-да. Даже понимая, что Зайкин стоит. Но хочу тебя предупредить. Ты, если играешь в эту игру, то играй по-настоящему. Так, чтобы ни у кого не было повода тебя разоблачить. Понимаешь меня? Я не понимаю, о чем вы. Мне нужно работать. Доброй ночи. Доброй ночи. Так, и что мы обсуждаем? Кредит? Да, но ваши стандартные кейсы для кредитования бизнеса мы просто не потянем. Я понял. Какие условия вас устроят? А вот, я все подготовил. Понимаю, что просим много, но я очень верю в этот проект. Нормально. Стрелстрой солидная компания. Но вот твой конфликт с Парфеновым, конечно, не в плюс. Но я подумаю, как это решить. Спасибо. Я твой должник. Рано, рано. Да и не чужие друг другу люди. Хорошо, тогда буду ждать от тебя новостей. Волнуешься? Я, если честно, не очень. А вот Женька, вся она иголка. Здесь будут места для гостей. И это лучшая ее аркогенка здесь. Это здесь есть стиль. Они возникнут от боги арктик. И это будет как всем другой беден. Нет, ну это никуда не годится. Ну что это за узор? Это же безвкусица. Что сами не видите? Все должно быть в едином стиле. Нет, 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 ну куда вы их ставите? Ну они же вообще сюда не подходят. Так, а теперь корот Асана. Согни правую ногу в колени и подними ее. Теперь нужно обвить правую ногу вокруг левой. Вперед большую шару с первой ноги и влево устрем. Теперь новая. Врикш Асана. Ничего себе! Ой, я сейчас... Даже так? Старайся все время толкаться от оформленных вверх и устремляться... оформленных вверх ко мне graduation. Спасибо. Давно не слышал, как ты играешь. Да. Врач посоветовал снова начать играть. Сказал, что так легче справиться со стрессом. Ну, я и сама чувствую, как мысли приходят в порядок. Буду твоим постоянным слушателем. Мне тоже надо расставить все по своим местам. Сын, Олег, это большое горе. Но мучает же тебя не только это. Да, мам. Ты можешь не отвечать, но я все равно спрошу. Скажи, а ты Марину привез в дом, чтобы позлить отца? Мам, ты зачем сейчас об этом? Конечно, я понимаю, вам все не очень нравится Марина. Она как-то не вписывается в все это. Но я сам решаю, на ком мне жениться, ясно? Взрослеешь, сын. Уважаю. Идем поговорим. Ну, и что это было? Я действительно считаю, тебя пойдет на пользу женитьба. Это что должно было произойти, чтобы ты впервые в жизни стал на мою сторону? Вы дату свадьбы назначили? Нет еще. Так решайся. Чем скорее, тем лучше. Я на днях познакомился с твоей Мариной поближе. Я тебя понимаю. Хорошая девушка. Неужели? Она тебе не рассказывала? Случай не представился, наверное. Наверняка. А, я понял. Тебе просто зачем-то нужно, чтобы мы поженились. А разве ты не рад, что наши цели впервые совпадают? А если я передумаю? Мне будет жаль. Думаю, тебе тоже, учитывая, что этот брак способ вернуть тебе доступ к трастовому фонду. Ладно, мне пора ехать, а ты подумай, сын. Постарайся полностью отключиться от внешнего мира. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. А тебе, между прочим, давно пора быть в школе. А тебе, между прочим, надо меньше пить. Нельзя ж так шава сну прерывать. Простите, я не понял. Мне показалось, вы просто отдыхаете. Спасибо тебе, Марин. Завтра повторим? Да. Неплохо. Делаешь успехи на Ниве преподавания? Хочешь жить, умей вертеться. Вика, вроде, довольна. В интернете куча роликов есть. Мариночка, я хотела бы с тобой поговорить. Дима, мы ненадолго. Марина, ты уже решила в чем-то завтра будешь на свадьбе? Нет, как раз сегодня хотела себе что-то купить. Может быть, мы это сделаем вместе? Я помогу подобрать. Вы думаете, я сама не способна купить себе что-то приличное? Нет, я абсолютно уверена, что ты справишься сама. Но я недавно была груба с тобой, совершенно заслуженно. Да-да. И... Ну, к тому же, это лишний повод узнать тебя получше. Хорошо. Спасибо. Ну, тогда собирайся и поедем. Можно просто отказать ему в кредите. Сказать, что кредитный комитет банка не утвердил займ. Но гарантии, что Алексей не найдет другого кредитора, у нас нет. Другие варианты. Выдать кредит в обмен на залог его доли в Стрелстрое. И дальше либо работать с оставшимися у него инвесторами, чтобы денег на строительство не хватило, либо в одностороннем порядке изменить условия договора займа. Далеко пойдешь. Мне нужна его доля в Стрелстрое, чтобы этот щенок не вздумал качать права. Я понял. Тогда работаем над этим вариантом. Мариночка, а у тебя есть друзья? Ты пригласила кого-нибудь на свадьбу? Я думаю, что интернатовские дети очень дружны. И как-то всю жизнь... Ничего, что я так говорю. И как-то всю жизнь держатся друг за друга. Да, так и есть. Мы часто общаемся в сети, но я... Дима. Привет. Как ты нас нашел? Мам, я слишком хорошо тебя знаю. А еще я знаю телефон Владика. Можно я заберу у тебя свою невесту и покажу ей город? Подожди, дай сначала похвастаюсь. Смотри. Какая прелесть. Дима знает, что я теряю интерес к украшениям, как только их покупаю. Я бы его даже не заметила. Это все Мариночка. Выприметила и решила подарить мне такое красивое кольцо. Бог знает, откуда у нее такой талант. Она у меня очень талантливая. Ну все, мам, мы промчались. Куда? Я тебе сейчас все расскажу. А аппетит у тебя хороший. Кольцо маме с моей карты купила. Платье бы тебе дороже обошлось. В общем, я тут подумал, нам с тобой действительно стоит пожениться. Исключено. У тебя есть какой-то другой план? Работу найду. Да хоть бы здесь с официанткой. Не страшно с чужими документами? Послушай, мой отец для своей пиар-компании хочет переженить своих детей. Ну, Вика пока маловато, остаемся только мы с Женькой. Ну, а мне какое до этого дело? У тебя будет новый паспорт. Другая фамилия, а не та, по которой тебя разыскивают. Парфоновой будешь? Звучит, правда? Ну, и как бонус могу тебе немного отсыпать из страстового фонда. Но отец обещал открыть его только после свадьбы. Если хочешь, можем спать с тобой в одной постели. Еще о чем? Это же умная девочка. Ты же понимаешь, что я дело говорю? Как только я получаю новые документы, а ты доступ к своему фонду, разбегаемся. Договорились. А дракон как топнет ногой, как расправит свои крылья. Может, мы слишком торопимся с разводом? Не думаю. И что ты действительно сможешь так легко забыть все, что нас связывало все эти годы. Нет, этого я не забуду. И предательство тоже. Не спится? Не спится. Вот и мне тоже. В детстве, когда все в доме засыпали, мы с Димкой сбегали в сад и разговаривали часами. Знали бы вы, сколько секретов здесь было рассказано. Вы с Димой были близки? Ну, по-разному было. Старший и младший брат. Еще и от разных отцов. Но вообще, да. Сейчас, конечно, уже не то. А хотите, я вам нашу семью покажу? Какую ее уже давно никто не видел. Пойдемте. И зачем вы меня сюда притащили? Проходи, давай, сейчас увидишь. А тут уютно. Эта комната, можно сказать, последняя, что осталось от дома Стрельницких. Интересно. Некоторые фотографии перевели с цифры на слайд. Ну, для мамы. А некоторые уже пылятся много лет. Прикольно. Живи с Димкой. Это мы с семьей на море. Женька заболела ветрянкой, и родители весь отдых присудили с ней в квартире. Зато мы с Димкой оторвались по полной. Простите меня. Это Женька в школе. Она в пять лет пошла. Родители решили, что она слишком умная для детсада. Это мама с папой. Отец умер в 35. Инфаркт. Мама очень тяжело это пережила. Такой молодой. Так, это я не понял, до чего попало. Вика, это же ты. Блин, не включите меня. По-моему, очень мило. Опять твой отец. Это они так давно друг друга знают? Угу. Учились вместе. Миша на несколько лет моложе. Ладно, пойдемте спать. Завтра важный день. Завтра важный день. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. я люблю тебя не подъезжай ну ты чёрт и сумахер принцесса моя пап а почему этот анекдот о котором я тебя просила полосатый галстук пиарщики запретили плохо смотрится в кадре ясно что-то я не вижу среди гостей одну твою близкую подругу спасибо тебе все прошло прекрасно я так счастлива есть хочешь поэтому принесу нам чего-нибудь вот думаю какую лучшую тачку в салоне отстой блин аккуратней можно извините это платье стоит дороже чем все твои шмотки вместе взятые возможно вы же привыкли всю жизнь измерять деньгами что ты сказала сейчас я не разобрала а? подожди а я где-то видела тебя раньше а где я тебя видела точно я тебя где-то видела и только сейчас поняла понятия не имею о чем вы что официанткой какой-то работала да скудненький у вас выбор конечно а по-моему вам очень идет да ну каждому свое пойдем в чем дело весь вечер хотят нас пригласить эй полегче что она вам там наговорила в общем не обращайте внимания у нее период час такой потанцуем ну привет в смысле привет я тебя тоже не сразу узнал что я не понимаю о чем ты говоришь ты на работе или как гостиница континентарь помнишь? мы тогда знатно порезвелись может повторим? придурок хватит пить руки убери ты мне не я люблю тебе хватит ты меня никто уже нам надо поговорить нам с тобой нечем говорить ты наверное устала? всех папарацци разогнали а один вот через забор фоткал козел сотрите информацию с носителя и узнаете дорогие Женя и Андрей черпочка побрал вы такая красивая пара и я вам очень хочу пожелать вот искренне чтобы вам такого пожелать ну чтобы как-то знаете не как у меня получилось в жизни подожди подожди у меня столько важной информации куда ты спешишь я еще не рассказала всем про наш развод да-да мы разводимся с Лешенькой кстати не только же мы правда но это пока секрет нет я хочу рассказать про махинации всякие и схемы главы этого семейства его вот эти стройки все которые он с этим новоявленным женихом делает а что не хил, человек, бывает извините опусти ты меня Миша, опусти я еще провести все испорчено столько стараний не осмаху я такое про всех знаю я сейчас все расскажу все узнаете о ваших ваших... добро пожаловать в семью весело, правда? и а и а и КОНЕЦ 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 Старший следователь Никита Санников стрельбу окончил. Младший следователь Егор Егоров стрельбу окончил. Пять миллионов долларов. Раунд возглавлял основной инвестор компании. Ну что, теперь бассейн? Да, отлично. Трагедия произошла в семье кандидатов мэра и известного бизнесмена Игоря Парфенова. Сегодня утром во дворе его дома обнаружена мертвая Кристина Стрельницкая, жена пасынка Парфенова Алексея Стрельницкого. В данный момент основная версия следствия – несчастный случай. Сам Игорь Парфенов ситуацию не комментирует. Напомним, свадьба Алексея Стрельницкого… Чё зависть-то, а? А я вспомнил, мне на работу нужно. Извини. Ну ладно. Вы вышли во двор. Вы всегда в доме просыпаетесь первой? Я не знаю, я здесь недавно. Недавно. Хорошо. Вы пытались оказать помощь? Я сразу поняла, что она… По каким таким признакам? У нее были открыты глаза. Да. Господин полицейский, разрешите забрать мою невесту? Мы недавно пережили аварию, в которой погиб близкий человек. А тут еще и это… И вообще, Марина практически не знала Кристину. Ну тогда я вынужден пригласить ее в отделение для дачи свидетельских показаний. Приглашайте. Позже. Пойдем. Как же так? Хотите еще с кем-то побеседовать? Да, мне нужно еще пообщаться с Игорем Валентиновичем и его супругой. О чем? Мне нужно будет взять показания у всех. Такой порядок. Вызович повесткой? Хотя мне кажется очевидно, семье сейчас нелегко. Этот несчастный случай – большого горя для всех. И будет лучше, если вы оставите их в покое. Ну я слушаюсь. Ясно же все. Женщина выпила лишнего, упала стираться. Никаких следов насилия нет. Куча свидетелей, что вчера она едва на ногах стояла. Я сам ее едва до спальни дотащил и спать вложил. Вернее, думал, что вложил. Или у тебя есть подозрение, что тут криминал? Нет таких подозрений. Процедура обязывает. Ну бюрократия. Ну разве ты рационально по отношению к твоему времени, к моему? Я уже молчу о родственниках погибшей. Им явно сейчас не до твоих протокольных вопросов. Слушай, Стас, ну ты что-то сам протокол не напишешь? Ну опытный же человек сразу видно. Окажи небольшую услугу будущему мэру. А он услуг. Даже самых маленьких. Не забывает. А если какие-то детали уточнить, звони в любое время, ты же видишь. Тут скрывать нечего. Поехали. 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 Ты чего творишь? Вещи собираю, чтобы уехать. Офигеть! Ты бы еще с собранными вещами перед самым носом у следователя прошлась. Вообще неподозрительно. Ты понимаешь, что если дойдет до отпечатков пальцев? Это если дойдет. Да и откуда у них твои отпечатки? Ты же говорила, что ты не виновата. Потому что я дура. Убежала с места преступления и сама себя подставила. Действительно дура. Ничему не учишься. Сиди тут и не высовывайся. Это просто несчастный случай. Отец быстро все разрулит. Ему шум ни к чему. Понимаешь? Да и за это время столько смертей увидела, сколько не видела за всю свою жизнь. Я тоже. Да еще в двух из них я виноват. Как теперь дети без матери? Как Алексей? Не знаю, как-то. Потому что он сильный. Справится. Готово. А ну-ка, чей дальше. Сейчас покажу маме, как улетает. Нет, Анечка. Побудь со мной. А ну-ка, здесь лодка. Почему? Мама ваша уехала. А, там она часто уезжает. Ой, кто пришел? Папочка! Папа! Папочка! Папочка! Андрей, нам нужно всех обзвонить и свадебное путешествие теперь тоже отменить. А где Леша? Он с детьми сейчас. Господи, как он им скажет? Такое горе. Держись, мамуль. Мы должны это пережить. Леша. Ты как? Что дети? Дети нормально. Я пока им не смог сказать, и вы не говорите. Я сам. Когда пойму, как. Да, конечно. Хочу всем напомнить, а кое-кого и просветить о наших семейных принципах. И передайте Вике, все, что происходит в семье, остается в семье. Мы все глубоко уважали, ценили и любили Кристину. Это все, что мы должны и будем транслировать. Особенно это касается прессы. Вас сейчас только пресс интересует? Леша. Я соболезную твоей утрате, поверь. И думаю, что тебе, как и всем нам, не хочется, чтобы какие-то посторонние люди копались в твоей личной жизни. Надеюсь, мы поняли друг друга. Прошу вас проходить. Статистика раскрываемости, ну, возможно, не такими темпами, как хотелось, но улучшается. И это на фоне нехватки квалифицированных кадров. Да помню, я помню. Но вы ведь и так справляетесь. Да, только долго мы так не протянем. Николай Павлович, вы дело о гибели Стрельницкой кому отдали. Санников, ты ничего не перепутал? Я здесь, между прочим, не один. Дело ведет купцов. Присаживайтесь, пожалуйста. Что? Санников, у меня совещание. Выйди отсюда! Говоришь, выдохлись. Вон какие орлы. Сами в бой рвутся. Ну что, Вадим Александрович, может чай? Что тебе нужно? Я понимаю, правда. Да нифига ты не понимаешь! Ты вообще здесь чужая! Когда мне было 15, я впервые увидела, как погиб человек. Попал под машину. Я его совсем не знала. Но это тогда так потрясло меня. Столько лет прошло, а до сих пор перед глазами стоит. Это здесь при чем? Ты сегодня, наверное, впервые увидела смерть своими глазами. Это очень тяжело. Тем более, ты знала Кристину. Такое горе легче пережить вместе с близкими. С семьей. Вместе? Да наша семья ничего не делает вместе. Разве что притворяется, что у нас все лучше всех. А папа тебе уже дал указание, что можно говорить, а что нет? Нет! Уйди! Мне нужно побыть одной. Спасибо! 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 Игорь! Игорь, мне надо в город съездить. Я тебе нужен еще? В конце концов, так и случается, если бесконечно ходить по лезвию притвы. Откуда она могла знать о наших делах Васильевской? Восстанавливать поворот? Это уже неважно. Я знаю шикарное место. Белый песок, бирюзовая вода и никого нет. Поехали. Будем с тобой, как на необитаемом острове. Ты не знаешь, что женщина? Почему она постоянно смотрит на нас? Ты с ней знаком? Да, так. Подруга одной знакомая. Марты? Лар, ну какая разница? Да мне просто мама уже все уши прожужжала, что ты собирался жениться на Марте. Она погибла совсем недавно, а ты уже со мной как-то неправильный. А ты со своей мамой всех своих кавалеров согласовываешь? Дело не в этом. Ты же понимаешь, что люди скажут. Тебе так важно мнение остальных. Не знаю. Слушай, давай прогуляемся. Я знаю, здесь недалеко беседка есть. Пойдем. Извини, можно я домой сама прогуляюсь? А я тебя завтра заберу. Зазвонимся. Да. Инцидент не комментируем. Тайна следствия. Вам известно, что это такое? Да, да. Всего доброго. По поводу Парфенова? Да. Черт меня дернул. Попаста шефа утром на глаза. Протокол? Да. Можно взглянуть? Ну да, я чего ты боишься? Ну, чего ты лыбишься? У тебя шеф эту халтуру не примет. На свадьбе было несколько десятков человек. А ты скольких опросил? Слушай, это обычный несчастный случай. Мадам перебрала ее ночью того. Все. Я опросил семью. Они подтвердили, что она была пьяна. Да, да, да. А последним кто ее видел? Слушай, Никита, ну, что ты перецепился? Мне что, висяков мало? Ты мне еще один хочешь нарисовать? Был ваш, будет наш. Серьезно? Серьезно. А с шефом я решу. Стоп, стоп, стоп. Мне кажется, ты решил потрусить нашего будущего мэра. Ты по себе других не суди, Купцов. В общем, Инна Аркадьевна, не надо мне никакой помощи. Я сам как-то. Кость, ну, что ты так разволновался-то? Ну, стыдиться тут нечего. Нет у твоей матери денег на выпускной. Ну, значит, разделим сумму взноса за одного человека на весь класс. Никто против не будет. Я уже молчу, что очень многие в классе обязаны тебе лично, тем, что окончили школу. Нет. Или я вообще на выпускной не приду. Ну, Кость, так ты это брось. Должна же я кому-то единственную в классе золотую медаль вручить. Тебя наши ждут. Идёшь? Куда? У шефа день рождения забыл? Точно. Забыл. И утром его поздравить забыл. Слушайте, давайте без меня. Вот. Забыл. Оль, да оставьте его. Он же, как всегда, не... Исчезни, Купцов. Дождался? Чего? Ну, сам знаешь. Купцов сказал, что ты у него дело Парфеновых забрал. Выходит, дождался. Шеф дело Купцову отдал. Он серьёзно думал, что я это пропущу? Никит. Ну, он просто, как и я, понимает, что отца твоего не вернёшь. Оль, ты криминалистом зачем стала? Не помню уже. Наверное, думала, что-то о справедливости, правосудии и о прочих наивных подростковых глупостях. Которые наткнулись на суровую реальность и разлетелись в щипке. А мои, представь себе, не разлетелись. К сожалению, в мою семью пришло горе. Погибла моя невестка Кристина Стрельницкая. Мать и жена, любимица нашей большой дружной семьи. Это очень тяжёлая потеря для нас всех. И не буду скрывать, я хотел выйти из предвыборной гонки и посвятить время семье и своим внукам, которые остались без матери. Но моя команда и моя семья убедили меня в том, что я не могу подвести всех тех, кто собирался голосовать за меня. Поэтому я остаюсь и продолжаю наше общее дело. ради всех нас. Ради нашего будущего и будущего наших детей. Вера, 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 Вера. Я остаюсь Вере, начатому делу. Вы уверены, что госпитализация не нужна? Не нужна. Всё будет хорошо. Даня, Даня, не ходи туда. Даня, Даня. Папа, папа. Данюш, не нужно тебе сюда. Даня, что не спишь? Страшно. А почему вы все тут собрались? А кого ты боишься? Не знаю. Просто боюсь. Пойдём, я тебя уложу. Как она? Приступ купирован. Сейчас ей необходим покой. Но и кто-то должен постоянно находиться рядом. Я останусь. Мамочка любимая. Я тут. Что-то срочное, дочь. Я на встрече. А врач что сказал? Хорошо, я скоро приеду. Не переживай. Женька, Вере, плохо стало. Извините, личный звонок. Так вот, как я и говорил, у меня нужна ваша поддержка на выборах. Взамен я гарантирую, что ваши интересы будут соблюдены. Самовыражаешься? Угу. Ничего ты, с мамой всё хорошо. Не волнуйся, булка. Сам ты булка. Ты себя в зеркало видела? А ты себя. Дим, ну почему мы не можем быть обычной нормальной семьёй? Что там? Неважно. Ах, неважно? Ну тогда я пошёл. Слышишь? А Марина твоя? Она ничего. Кажется. Хоть один нормальный человек теперь есть в нашем доме. Все хорошо, дети спят. Спасибо, Марин. Ну как вы? Не знаю. Мне очень жаль. Не понимаю, как детям это всё рассказать. Я не могу найти слова. Вы их обязательно найдёте. И они всё поймут. Они очень умные у вас. Спокойной ночи. Держитесь. Спокойной ночи, Марин. Я в город. Хочу встретиться с друзьями. Отлечь себя немного. Не хочешь со мной? Нет, настроения нет. Как хочешь. Да. Я не могу найти. Потерпенцию. Потерпенцируйте. Субтитры создавал DimaTorzok Вызывали? Да, Никит, присаживайся. Есть разговор. Скажи мне, у тебя работы мало? Вы же знаете, что нет. Тогда зачем тебе дело в Стрельницкой? Думаю, это очевидно. Ну да, очевидно. Как это что? Мой час, так не место, где свой отличный счет. Никит, я это все прекрасно понимаю. Не случайно удал дело Купцову. А вот что тебе даст расследование этого несчастного случая? Я не верю, что это несчастный случай. Как и в тот раз. Там, где Парфенов, случайностей не бывает. Вы это понимаете? Нет. Нет, Никита, я не понимаю. Я верю только фактам. А если я найду факты? А если я вам докажу, что это не несчастный случай? Нет, Никита, нет. Я думаю, тебе пора успокоиться и жить дальше. Николай Павлович, я вас очень прошу, дайте мне три дня. И если я ничего не найду, хорошо, тогда закрываем дело. Ладно. Но только помни, что все должно быть исключительно в рамках закона. Да, хорошо. Спасибо вам. Перестань баловаться, я на работе. Молодой человек, а вы куда это направляетесь? Для вас не молодой человек, а старший следователь. Цель визита. А вы почему интересуетесь? Это частная территория, я начальник службы охраны. Хорошо. Капитан Санников, расследую обстоятельства гибели Кристины Стрельницкой. Мне казалось, с вашим коллегой мы уже все выяснили. Вам казалось. Слушай, капитан, нечего тут вынюхивать. Чтобы ты понимал, хозяйке сегодня ночью плохо было. Не до тебя сейчас. Я вас услышал. Тогда хозяйку пока трогать не буду. Вопросы ко всем имеются и к вам, Михаил Иванович, тоже. Так что пройдемте. Я готовился, капитан Санников. Миша, проследи, чтобы сегодня к Вере врач пришел. Доброе утро, Игорь Валентинович. Это из полиции ненадолго. Но это как пойдет. Чем обязан? Я здесь по факту гибели Кристины Стрельницкой. Остались какие-то невыясненные детали? Я как минимум хочу увидеть записи с ваших камер наблюдения. Хорошо, мы предоставим вам эти записи. Я сам в этом впервые. Ты же говорил, что полиции больше не будет. Ну да. Мне Миша так сказал, а что? Да, похоже, другой следователь пришел. Мало ли, что там. Все будет окей. Ладно, Миша, скажи, охране пусть покажут. Только не задерживайся. Вы не торопитесь. С вами тоже необходимо поговорить. А я, к сожалению, очень сильно занят. Голозная теремия. Ну, тогда вам придется приехать к нам в отделение. Вам бы лучше не лезть на рожон, молодой человек. Никита Федорович Санников. Огромное спасибо вам за совет, но я как-нибудь разберусь сам. Знакомая фамилия. Я когда-то работал в Федор Санников. А вы ему кем приходитесь? Это не имеет отношения к делу. Ну, чтобы ты не волновалась, могу пойти узнать. Узнай. Пожалуйста. Жду тебя в офисе. Ну, что ж, Михаил Иванович, показывайте видео. Пройдемте. Ну, вот. Кто это? Партнер шеф. Что между ними произошло? Я же говорил вашему следователю, Купцову. Кристина не пилась на свадьбе. Переругалась со всеми. В хлам. Бывает. Вы же видели ее ссору с морем. Увидел. Хорошо. Тогда ждем результата экспертизы. Добрый день. Что-то случилось? Надеюсь, что ничего не случилось. Это по поводу Кристины ничего серьезного. Я бы не был бы так уверен. Чего это он такой злой? И где вчерашний? Ну, ты мне. Это интересно. Ладно, не бери в голову. Разберемся. Он просто взял видео с камер. Такая процедура. Так что успокойся. Слушай, я не могу больше так. Я все время боюсь сказать что-то не то. Выйдать себе как-то. Еще полиция тут постоянно. И непонятно, что дальше. А что дальше? Свадьба? Потом мне деньги. Тебе свобода. Может, есть вариант как-то побыстрее покончить с этим? Побыстрее? Ты что, думаешь, мне все это по приколу? Ты хоть понимаешь, куда я сейчас еду? Смотреть машину после ДТП, которой пять лет. Чтобы только вдумайся, взять ее в рассрочку. Чтобы мои ребята поколдовали на ней пару месяцев, чтобы она была готова к гонкам. Ты понимаешь, до какой жизни я дошел? Так что сейчас нет варианта побыстрее. Оставься. Не слишком вы быстрые, Юрий. Я рассчитывал, что к этому дню на руках у меня уже будет разрешение. Да вы не волнуйтесь, Игорь Валентинович. Вопрос буквально нескольких дней, так что с человеком мы из землеустройства практически договорились. Хорошо, я жду положительного результата и сразу отправляю к вам своего человека. Он привезет документы компании, на которую нужно будет подписать разрешение на стройку. Так а что, разве строить будет не ваша компания? Юрий, я не люблю, когда задают слишком много вопросов. Нет вопросов, Игорь Валентинович. Все сделаем в лучшем виде. Ну что, Григорий, готовимся к своей первой командировке? А я всегда готов. Поговорить надо. Ты же видела сценарий. Второй день свадьбы должен был быть таким красивым. Еще и маме плохо стало. Господи, почему все так? Облом, конечно. Вась, теперь новая няня работает. Вообще не смешно, Ник. Дети без матери остались. Марина помогает иногда, как может. Как ты себя чувствуешь, мам? Лучше. Алеш, ты у меня сильный. Конечно. Весь с тебя. И ты скоро поправишься. Кристина такие ужасные вещи говорила на свадьбе. Я понимаю, она выпила лишнего? Нет, мам. Мы действительно собирались развестись. Просто не хотели портить Жене праздник. Поэтому не говорили. Почему? Какая разница, мам? Ладно. Я пойду. Надо это все еще как-то детям рассказать. А я так и не смогла тебе сказать, когда отец погиб. Я думала, что он уехал в командировку. А ты все спрашивала, когда папа вернется. Я просила Игоря с тобой поговорить. Я иногда думаю, что это все из-за этого. Он не нашел нужных слов. А я струсила. Ма, ты поступила так, как считала нужным. Не вини себя. Наши проблемы с твоим мужем, это совсем другая история. Отдыхай. Значит, это сын Федора? Да, и он будет вести это дело. Это проблема, Игорь. Не думаю. С его отцом мы все закрыли красиво. Почему тогда он тут крутится? Давай посмотрим, что будет. Видео с камер, ты модул. Все. Держи все, что на контроле. Ну, привет. Привет. Не знаю, Никита, как ты это делаешь, но похоже, ты был прав. На несчастный случай это похоже только на первый взгляд. Характер повреждения указывает на то, что погибшие придали ускорение во время падения. Ну, собственно, там все написано. Оль, спасибо тебе. Пожалуйста. Ладно, я поеду. Петька болеет. Он, кстати, скучает по тебе. Ты бы приехал. Может, сегодня. Оль, давай выходные. Ну, может, с Петикой в парк сходим. Или на картинку. Хорошо. Пока, Санников. И мы никогда больше не увидим маму. Хорошая моя. Слышите, ветер шумит. Он есть, а мы его не видим. Так и мама. Она всегда рядом с нами. Просто... Просто мы ее не видим. Понимаете? Мапочка, а ты-то не умрешь. Я не хочу, чтобы ты был ветер. Не, для ветра я слишком тяжелый. Да? Опа. 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 короче тачка это сегодняшняя рухлядь и и даже мы с максом воскресить не сможем так что правильно сделал что не взял блин я так надеялся я же всю жизнь за рулем а теперь как без рук ну он макс тебе свою даст покатать вообще не вопрос сиба только не сегодня сегодня я сам кое-кого покатаю давайте к нам вы чего там красавец кстати димон это анжела анжела это дима а ты тоже гонщик тоже шутишь да димон у нас один из лучших гонщиков стране да успокойся ты когда это было а какая у тебя машина так ребят я пойду уже что уже трудный день до и дома ждут пока анжел а ты не расстраивайся у нас почти женатый человек уснули мне кажется они еще до конца не осознали что произошло как и мы все понимаю тяжело вам было сказать детям моя мама когда папа погиб так и не решилась я об этом в полиции узнал а вы помните своих родителей немного я тоже хотел отца запомнить получше я ведь его в основном на фотографиях видел а еще он иногда мне снится а где димка у него какая-то встреча ясно а а ладно спокойной ночи ночеваете здесь меня не отказалась заниматься с ребятами когда узнала очень суеверная ну да и мама попросила остаться если вам нужна какая-то помощь с детьми я с радостью а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Миша, что за суета? «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Будет вам постановление. Вот когда будет, тогда и приходите. Всего доброго. Молодой человек! Я, как погляжу, вы откровенно нарываетесь на неприятности. Я просто делаю свою работу. Нет, Никита Федорович, нет. Вы здесь не для этого. Но вам виднее, верно? Я бы на вашем месте прекратил всю эту вашу незаконную деятельность. И тогда для всех нас то, что произошло сегодня, просто останется небольшим недоразумением. А если не прекращу? Тогда, боюсь, вы мне не оставите выбора. Вы мне сейчас угрожаете? Нет, просто предупреждаю. Я хочу, чтобы вы запомнили. Я не оставлю вас в покое и не позволю вам продолжать делать то, что вы делаете. А что я делаю? Убираете всех, кто вам мешает. И, очевидно, Кристина Стрельницкая вам тоже помешала. Но я узнаю, почему. Юрий Алексеевич, здравствуй, дорогой, не отвлекаю. Кто у тебя в главном управлении начальником? Мазур? Старый знакомый. Слушай, нужно ему намекнуть, чтобы он одного своего щегла приструнил. Игорь Валентинович, я всех проинструктировал, как вести себя, если опять придут из полиции. Не придут. Ну, спасибо, Марк. Я с тобой свяжусь, если что. Всего доброго. Зачем вы здесь все собрались? Как это зачем? Мне позвонила мама и сказала, что в нашем доме произошло убийство. И вы поверили? А как не поверить? Если в дом является следователь и говорит, что все улики указывают на то, что Кристина... Хватит. Я предлагаю закрыть эту тему, потому что она не имеет ничего общего с реальным положением дел. Или потому, что она невыгодна для избирательной кампании? Леша, все эти нелепые домыслы – это происки моих конкурентов. Да, это связано с моей избирательной кампанией. Просто кто-то пытается нажиться на нашем горе. Этот следователь, я навел справки. На нем клейма ставить негде. Это все. Но мы совсем разберемся, не бери в голову. Не бери. Я видел результат экспертизы. Что случилось? Все в порядке? У нас был следователь и... Я, пожалуй, пойду. Не хочу слушать эту историю еще раз. Вам когда-нибудь приходилось жить в одном доме с убийцей? В этом году у нас есть медалист. И мы очень им гордимся. Это Константин Райцин. Это мой сынок, мой Костя. Ты им заслужил. Костя, я искренне желаю тебе удачи. Дорогие родители, поздравьте ваших детей с окончанием школы. Я так горжусь тобой, сыночек. Теперь прямиком за своей такой же одаренной сеструхой. На зону. Ты бы мать отвел домой. А то скоро она сама уже идти не сможет. Еще одно слово о моей матери. Не, ну вы только посмотрите. Мать алкоголечка конченная. Сеструха убийца. А это чмочи рот от кого. Сынка. Ребята, а что же вы делаете? Что вы делаете? Вы, смотрите, Клина. Эй, я не сомневаюсь. Вызывали? Никит, я как-то неясно выразился насчет Парфеновых. Сверху уже звонили, да? А что сказали? Что ты превышаешь полномочия. И что мы намеренно дискредитируем одного из лидеров избирательной кампании. Я просто опрашивал свидетелей. И к вашему сведению вот. Мы с вами договорились. Если я за три дня нахожу доказательства того, что это не несчастный случай, вы дадите делу ход. Ты же прекрасно знаешь, что вот этого недостаточно. Недостаточно, значит. Ну, хорошо. Ладно, оставь. Я сам пообщаюсь с экспертами. Пообщаетесь? Ясно. Никит, ты очень хороший следователь. Лучший у меня, но скажи мне, что ты все время на рожон лезешь? Вам боюсь не понять. А если мои отпечатки всплывут? Тебе самой не надоело? Ты разве не поняла, как в этом доме решаются вопросы? Ну и на сколько хватило сегодня этого следака? Да тебя вообще там не было. Ты что, думаешь, к нам раньше не приходили? Только всегда этот вопрос решался. Ни разу не видел, чтобы отец из-за этого переживал. Как же хочется, чтобы побыстрее это все закончилось. Ты о свадьбе? О свадьбе? Даже странно это так называть. Ну а что еще ждут с таким нетерпением? Выпускной? Да, подходит. Только не из школы, а из дома полного кошмаров. Это вообще не смешно. Кстати, выпускной. А можно я твой планшет возьму? Вы все, конечно, помните. Помните, как все началось в Васильевске. Никто не верит. У нас получилось. У меня деньги в качалии. Субтитры создавал DimaTorzok Как же я не хочу, чтобы это утро заканчивалось. Еще 15 минут. Ну опоздаешь немного на работу. Ну могу. Я же начальник. Ну не сегодня. А давай договоримся, что в следующий раз ты отменишь все свои дела, и мы целый день проваляемся в постели. Торжественно обещаю. Знаешь, я тут вспомнил, один мой друг пытается подписать документы у Вас в землеустройстве, и все никак. Да, почему? Да я не знаю, что-то не получается. Большой инвестиционный проект, очень важный для города, и... Инвестиционный? А кто твой друг? Наш общий знакомый. Юра? Да, Юра. И сколько тебе заплатили? А кто заплатил? Что? Столичные шишки, которые хотят строить на территории заповедника. Лара, ну как ты могла подумать? Ну нет, так нет. Но скажу, чтобы шел подальше со своей стройкой. Ну чего ты? Не звони мне больше. Черт. Скоро вопрос с необходимыми печатями и подписями решится. Скоро? Это понятие растяжимое. А мне конкретика нужна. Разрешение нам нужно получить на вот эту компанию. Здесь все реквизиты. Сейчас посмотрим. Так. Директор Комарницкий. Это вообще кто? Это я. Григорий Михайлович Комарницкий. Вопросы еще есть? Да. Вот и славно. Думаю, трех дней, чтобы получить подписи, будет достаточно. Ну, я так не думаю. Вопрос адвикатный и требовательный. А мне кажется, времени было достаточно. Ну, какая? Глядит. Я уехала. Вернусь вечером. Извините, все никак не мог совещание закончить. Гриша звонил. Он передал документы директору заповедника. Обещают решить вопрос в ближайшие три дня. Ладно. Ну, три дня меня устраивают. Алексей уже в курсе, что ему придется заложить свои акции? Скоро узнает. Его главбуху уже направили официальный ответ. Угу. Изберегаешь личным общением. Так, Левич. Зачем мне что-то объяснять, оправдываться? Пусть сам просит. Расспрашивает. Все правильно делаешь. Ладно, иди. Проводи свои совещания. Хорошо. До встречи. Миш, поехали. Не понимаю, зачем ты так с Лешкой. Он все-таки жену потерял. И компанию потеряет. Он со мной тягаться надумал. Сопляк. Я, Миш, таких вещей никогда не прощал. И исключения делать не собираюсь. Добрый день. Добрый. Алексей, от имени всех сотрудников мы хотим выразить наше соболезнование. Спасибо. Ваша поддержка очень ценна. Друзья, я собрал вас сегодня здесь, чтобы объявить о начале строительства нашего жилого комплекса. Но нужной суммы до сих пор нет. Я боюсь, что многие инвесторы будут против. Ваня, работа с инвесторами – это твоя ответственность. Найди нужные аргументы, проценты хорошие, предложи. Ладно, буду пробовать. Даже если инвесторы согласятся, и мы, как и говорили, вложим собственные средства. Все равно расходы на строительство значительно превышают наши финансовые возможности. Мы запускаемся. Это решение окончательное. Все, работаем. Вадик, ты останься. С возвращением, Алексей. Из банка звонили по поводу условий кредита? Не звонили, прислали письмо. Они готовы выдать кредит, но только под залог твоих акций. Ясно. Хорошо, я подумаю еще над вариантами. Шеф, нам бы человека в бухгалтерию. Мы в четвером уже не вывозим. А если еще запуск строительства? Да, хорошо. Только ты с улицы не бери. Спроси у своих. Никита, Мазур по твоему делу дополнительную экспертизу назначил. Дал какие-то указания. Ну, если его предыдущее заключение не устроило, тут и так все понятно. Еще попросил меня не вмешиваться. Я с нашими ребятами переговорю, но вполне вероятно, что я тебе больше не помощник в этом деле. Домой идешь? Еще побуду. КОНЕЦ 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 Кто здесь? Костя, это я. Привет. Ну, чего ты молчишь? Верочка Это из Викина в гимназии Я тебе хотела еще днем отдать Но забыла Да что ж такое Я получила письмо От директора твоей гимназии Ты очень плохо окончила год У тебя проблемы с поведением Я так понимаю Ты заблокировала номер Своего классного руководителя В моем телефоне А я очень удивляюсь Почему не получаю от нее сообщения Мам Это твой телефон не мой И вообще сколько раз я просила Не входить ко мне без стука Вика Я хочу как лучше Хочешь как лучше Оставь меня в покое Хорошо Если тебе понадобится моя помощь Я тут рядом Нифига себе ты попала Могло быть гораздо хуже Только никому ни слова пока Хорошо? Я по твоему на дурака похож? Ты не дурак Но иногда из-за твоих выходов Я там сомневаюсь Да это не я первый начал Сколько раз уже можно повторять? Ладно, ладно Завелся Он не появлялся? Появлялся Матери денег дал Тебе на памятник Она взяла и все Первый день пропила У нас снова, да? Еще хуже, чем раньше Это что? На первое время И потом я тебя здесь больше не брошу Готовься к приезду Я что-нибудь придумаю И пожалуйста Не встревай больше ни в какие истории Я тебя очень прошу Обещаешь? Обещаю Слушай А тебе медальон на полицейские вернули? Отцовские? Да, вернули Будь другом, притащи, а? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Тихо-тихо, пацаны, все нормально Чего пришел? Денег не даем Я не за этим Помощь нужна Разрешение на стройку Подписи, печати Может, на эту вот контору А если по реестру пробьют? Тебе ж так еще голову открутит И нам заодно Не успеет Я бабки получу и сразу свалю А на вас он никак не выйдет Ну так что? Таланты Не хило, а? Так это... Ты ювелирку Не, я тут не при делах Угу Не, парень Вещички эти паленые Я в этот блудняк Вписываться не буду А если так? Я в этот блудняк Добрый вечер Здравствуйте, Марин На самом деле я просто Решила подойти Поздороваться Заметила, что вы Каждый вечер тут плаваете Бассейн Это единственный Приятный бонус Жизни в этом доме Вот я ему пользуюсь Что и вам советую Вода очищает мысли Знаете Свообразное обновление Возможно Но уже не сегодня Как у вас дела? Понимаю, что Глупый вопрос Учитывая все происходящее Но все же Учитывая все происходящее Я сама не понимаю Если честно Сложно тут Да и без дела Не могу больше сидеть Хочу работу подыскать Вы же Йогу преподаете? Думаю, легко Найдет себе работу Да, но Для преподавания Нужно иметь Определенное Душевное состояние Ты же отдаешь В этот момент А я сейчас Вряд ли на это способна Ну да Еще у меня есть Бухгалтерское образование Так что думаю Что-то в этой области Еще посмотрю Да ладно Вы не поверите Но мне как раз Нужен бухгалтер На почте Куча резюме Но человека С улицы брать не хочется Поэтому если вы Действительно хотите работать Можете поработать у меня Я думаю Дима не будет против Не будет, конечно Отлично Тогда договорились Может уже на ты перейдем? Давай Хорошо Тогда я попрошу Чтоб тебя быстрее оформили Все равно это Несколько дней займет А ты еще раз Все обдумаешь Я уже обдумала Вот и отлично Спокойной ночи Верочка На следующей неделе Нужно поучаствовать В фотосессии Большая статья о семье Глянется Что-то у меня нет Никакого желания Сейчас этим заниматься Что снова случилось? Вика Я получила письмо От директора гимназии Она очень плохо Закончила год Я пыталась с ней поговорить Она мне нагрубила Я не знаю Что с ней происходит Зато я знаю Можно стучать? Что ты делаешь? Папа, ты чего? Это мое! Нет тут ничего твоего Я за все заплатил А ты вообще ничего не заслужила В школе нормально не учишься Матери грубишь Пока не научишься нормально совести Будешь сидеть без своих гаджетов Книжки читать Бумажные Не имеешь права Подай на меня в суд На, подомись! Ты сама напросилась Еще одна такая выходка Я тебя отправлю в интернат Простите Угу Нельзя же так пугать Это ты мне сейчас говоришь? Не понимаю о чем ты Я же написала тебе Что мне нужно уехать на день Или ты думал, что я сбегу? Откуда мне знать? Дим, я не сбегу молча Я скажу тебе, если что Хорошо? Хорошо Где ты была? Так, было одно дело Я не хочу об этом Я устала Не хочешь, как хочешь Я, кажется, работу нашла Да? Где это? Алексей предложил мне работать в Стрелстрое Правда? В Стрелстрое? Меня оттуда поперли А тебя взяли И что ты там будешь делать? Йогу для сотрудников преподавать? Представь себе, нет Я окончила курсы бухгалтеров И работа мечты, конечно Но все же Хочется помочь Лёше Алексею Как мило Лёше Ты имеешь что-то против? А если да? Какое ты имеешь на это право? У нас с тобой договоренность Я ее соблюдаю Что-то я в этом не уверен Это правда? Убийство? Убийство? Да, черт Черт был, всех подрал, а Найди автора статьи А толк Это сейчас все подхватят Нужно их чем-то отвечать А Дима Надумал насчет свадьбы? Хорошая мысль, Миша И на хрена мне Все эти политтехнологи? Я любой твой вопрос решу Чего выставился? Ничего Попустила? Валентин Слышь Так-то нарваться можно Нет, у тебя-то Валентин КОНЕЦ Девушка, вам не сюда. Не понимаете. Алло, фейс-контроль у нас тут. Да я человека забрать, его избили. А, так вам туда. Дима. Ну, привет. Глянь, там никого. Ага. Пойдем. Что случилось хоть? Ничего. Искал способ стрелять в очередные неприятности. Понятно. А зачем? Просто интересно, где дно? И сколько еще все это будет сходить мне с рук? Странные для тебя мысли. Тебе кажется, что мне все по барабану, да? Все это просто понты. На самом деле, я все больше думаю, какое же я в сущности ничтожество. Неожиданно. Неожиданно. Я ведь и жениться-то на ней не собирался. Само собой все как-то получилось. Да и отца позлить хотела. Она... Она так обрадовалась. Говорила, что вытянула счастливый билет. А Олег... Его мать на похоронах. Я глаза ее забыть не могу. Странная штука жизни. Вот ты мне совершенно чужой человек. А я тебе первый позвонил. И ты сразу же приехала. Спасибо тебе. Не за что. Я сегодня... Я в Васильевск ездила. Домой? Глупо. Ну, мы с тобой оба иногда глупо поступаем. Да уж. И зачем? У меня там брат младший. Школу вот окончил. Ему нельзя в Васильевске оставаться. Он пропадет там. Он и раньше вечно в какие-то неприятности влипал. А тут подрался на собственном выпускном. В полицию загремел. То есть он знает, что ты жива? Теперь знает. Он никому не скажет. Не волнуйся. Да уж, конечно, никому не скажет. Он никому не скажет. Я его знаю. Слушай, я слышала сегодня, как твой отец с Викой ругался. Градился ее в интернат отправить. Если она за голову не возьмется. Ха. Это он с радостью. Со мной не получилось. Так хотя бы булку. Я подумала, что если костюм его устроить репетитором для Вики? В смысле? Ну, мы придумаем какую-нибудь легенду, что он какой-то гениальный выпускник моего интерната. Не знаю. Он же ведь школы и правда с золотой медалью окончил. Ты уговоришь мать. Она не сможет тебе отказать. То есть ты уже все и придумала? Да. Ты понимаешь, что я в таком виде не смогу показаться ей на глаза? Так это же хорошо, что ты так выглядишь. Разжалобишь ее. Я начинаю тебя гуляться. Ай! Вот это да! Ну, здравствуй, Марта Райцына. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Заполнила. Меня Катя зовут. Марина. Интересно. А у вас не бывает такого, что человек скажет вам свое имя, а вам кажется, что оно ему совершенно не подходит? Нет, не бывает. О том, что мне не подходит мое имя, впервые слышу. Ой, простите меня. Сама не знаю, зачем это сказала. Так... Тут вот вы пропустили Графова с информацией о родителях. Я не случайно пропустила. Ой, я что-то сегодня совсем не думаю, что говорю. Ничего. Ну, тогда я отнесу в отдел кадров. Будут вопросы или нужна будет помощь, спрашивайте. Хорошо. Конфетку. Мне спасибо. Ну что, вы закончили? Да. Отлично. Тогда, Марин, пойдем знакомиться с коллегами. Проходи. Вадим, как и обещал, привел тебя нового сотрудника. Наконец-то, очень кстати. Вадим. Марина. А собеседование... Да, не надо собеседование. Мы Марину уже оформили. Она наш сотрудник. Просто введю ее в курс дела. А, да. Пойдем, покажу рабочее место. А у вас тут очень красиво. Да. А где ты училась? У нас в столице? А за границей? Европа или... А, нет. Я у себя в городке бухгалтерские курсы окончила. Название города вам все равно ни о чем не скажет. Ну, вот твое рабочее место. Понятно. А работала где? Можно? Не помешаю. Конечно. Проходи, садись. Юль, может ты объяснишь мне, что с шефом происходит? В смысле? Ну, я, конечно, понимаю, что большое горе как-то меняет людей. Но... Короче. Он привел сотрудника, о котором мы всей бухгалтерии месяц просили. Что-то счастья на твоем лице не видно. А чему радоваться? Он привел девочку из провинции после курсов бухгалтеров. Опыта практически нет. Ну, мало ли. Юля! Да все-таки его заместитель. Мы здесь не цветами на рынке торгуем. Вот она. Красивая. Нам не муза в бухгалтерии нужна, а крепкий профи. Хорошо. Я поговорю с шефом? Вот это красавчик-то! Слышь, ты даже на своей тачке таких результатов не показывал. Так что, может, моя не такая уж и рухлядь? Рухлядь однозначно. А что до результатов, так дело не в тачке. А в чем же? Новое вдохновение? Может, и так. Вадим, а можно вас на минуточку? Слушай, я же просил самостоятельно с примерами ознакомиться. Я занят сейчас. Да я понимаю. Просто тут не сходится. Жора, а ну иди-ка сюда. Это что у тебя за бардак здесь? Вадим, ну а что ты хотел в таком аврале работать? Мы же договаривались свои профтыки, авралом не оправдывать. Садись, переделывай. Я Марина. Слушай, извини. Да ничего. Я как раз из-за этого ведомость свести не смог. Так что наоборот, спасибо. Жора, давай внимательнее. И Марин, садись, наверное, тоже уже за отчеты. Ну вот куда ты пропал? Ром, Ром, ну что за подставы? Связался, блин, с тобой на свою голову. Скажи мне, что там с документами на землю? Да ладно тебе. Сам попросил поторопиться. Вот я и решил не отвлекаться от поставленной задачи. Экземпляр попал с ним простой. Бывает. Подожди, ты что, ничего не сделал, что ли? Да расслабься ты. Я не таких укатывал. Вот надо было такой цирк устраивать. Слушай, а это ты красиво проверну. Алло, Григорий. Здрасте, это Юрий. Вы простите, что я вам сразу не перезвонил. У нас тут со связью большие проблемы. Да. Алексей, наш рекламный отдел подготовил для вас презентацию компании нового комплекса. Вижу, как раз хотел смотреть. Я тут встретила ребят из бухгалтерии. Я надеюсь, они рады, что у них теперь новый сотрудник. Не совсем. Нет, но они, конечно, рады помочь в подготовке новых людей, но не в условиях цитнота. К сожалению, новый человек, так думают многие, не имеет нужной квалификации. И только все усложняет. А многие-то кто? Можете считать это моим личным мнением. Хорошо, Юля. Тогда вам и отвечу. Этот проект очень важен для меня. И в данном случае я, возможно, жертвую опытом и квалификацией нового сотрудника в пользу порядочности. Марине я полностью доверяю. Тем более, скоро она станет женой моего брата. Я уверен, она со всем разберется. Юль, я тебя искал. Да. Слушай, ты не говоришь шефу ничего новенького, ладно? Да. Я, кажется, слегка погорячился на ее счет. Ну, ты, главное, не расслабляйся. В смысле? Девушка эта ваша, оказывается, невеста Парфенова-младшего. Подвезти? Я, кажется, слегка погорячился на его комнате. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Устала? Первый день всегда сложный. Дальше будет легче. Да нет, мне все понравилось. Ребята хорошие, и всегда интересно что-то новое начинать. Я рад. Я тоже. Как ты? Уже ничего. Я очень люблю свою работу, и всегда, когда тяжело, она мне помогает. Аня с Даней, я не знаю, как мы с ними дальше будем. Если честно, это единственное, что сейчас меня волнует. Понимаю. Но в любом случае, о них есть кому позаботиться. Их очень любит бабушка и вообще вся семья. Да. В этом смысле им повезло. Они еще так быстро к тебе привыкли. Очень удивительно. Я люблю детей. Я умею с ними ладить. Мы оба знаем, зачем я Никите Санникова, и что он вбил себе в голову, что я имею какое-то отношение к гибели его отца. Да. Наверное, я должен был заметить, что Федор был подавлен. Не наставил на отпуске. Но винить меня в том, что его отец из-за его же просядности потерял осторожность и погиб. Но это уже... Игорь Валентинович, это все понятно. И с Санниковым будет отдельный разговор. Но я изучил результаты экспертизы. Там есть вопросы. Я непонятно выразился, Николай Павлович. Меня твое мнение не интересует. Я точно знаю, что это был несчастный случай. А этот твой пытается из него сделать непонятно что. Просто я думал, что вы сами хотите знать. Ведь погибшая была из вашей семьи. Тебе-то что до моей семьи? Ты лучше о своей подумай. Вот каково им будет, когда тебя такого большого начальника вдруг разжалуют? Или еще чего похуже? Хорошо, я все понял. Надеюсь. Жене и детям привет. И, кстати, есть у тебя этот следователь, который первый ко мне приходил? Купцов? Да, да, Купцов. Вот. Да. Он бы этим делом и занялся. А... Приехали. Уже. А ты у Стрельницких на расхват. Привет. Анька с Данькой уже замучили меня вопросами. Где ты и когда вернешься? Пойду загляну к ней. Ну как, ценный кадр? Да, ребята в бухгалтерии довольны. А ты? Я тоже. Ты же не против? Нет, конечно. Хоть кто-то в нашей паре будет при деле. Ты хочешь работать? Мне лишний юрист не помешает. Нет, с этим я завязал. Да и дурака валять у тебя у меня не получится. Вот это правда, Димка. Ладно. Пойду переоденусь. Мам, Никита пришел. Привет, мужик. Что ты, долго ты к нам ехал? В магазине застрял. Все никак не мог вспомнить, какой же не хватает в твоей коллекции. Все правильно вспомнил. Спасибо. Мама где? Так как всегда, наряжается. Эй, ты чего? Все секретно, когда не разболтаешь за игрушку. Я не вовремя. Какие-то планы на вечер. Планы накормить тебя ужином. Так что самое время. Проходи. Я ведь только узнать насчет экспертизы. Повторный. 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 Наконец-то. Какой-то я по тебе соскучился. Подожди. Подожди, подожди. Да, Женя, я слушаю. Андрей, ты должен срочно приехать домой. Женечка, у меня очень важная встреча. Андрей, если ты сейчас же не приедешь, я даже не знаю, что будет. Так, ты можешь спокойно объяснить, что случилось? Это не телефонный разговор. Приезжай. Ладно, выезжаю. Ритуль, ну прости. Ну, я же чего смотришь? Весь день, наверное, голодный пробегал. Никит, смотри, это моя коллекция. Круто, правда? Круто, круто. А теперь тебе нужно почистить зубы и спать. Детское время закончилось. Петь, я в выходные приеду, и ты мне все покажешь, ладно? А сейчас слушайся маму. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Никит, я хотела с тобой поговорить. Экспертиза по делу Стрельницкой. Шеф требует моей подписи. Я в заключение еще не заглядывала, но примерно понимаю, что там. И что будешь делать? Оля, я думаю, это не самая хорошая идея, тебе еще Петьку укладывать. Петька уже взрослый мальчик, он сам укладывается. Так ты останешься? Оля, вы спите мне не чужие, и я себе обещал. Сева. Пять лет прошло, Никита. Пять лет с момента, как он погиб. И каждый раз, когда у нас с тобой что-то... Я понимаю, что вы были друзьями, напарниками. Может быть, тебе кажется, что ты его предаешь, но это же глупости. Может быть, я... Я просто тебе не нравлюсь. Дело не в этом. А в чем? Ну, в чем тогда? Ну, что ж, мне действительно пора укладывать Петьку. Женя, Жень, Женя, что случилось? Андрюш, сядь, пожалуйста. Я беременна. Я была у врача, он подтвердил. Ну, ты же принимаешь таблетки, и мы пока не планируем. Да, я знаю, об этом я себе целый день места не нахожу. Ну, пожалуйста, давай мы вместе решим, что делать. Ну, а что тут решать? Рожать, конечно. Продолжение следует. Куда ты собрался? Я в столицу уезжаю, мам. Правильно. А матери зачем об этом знать? Ну, я бы доехал и сразу позвонил. А деньги у тебя откуда? Одолжил. У знакомых. Не бойся, они к тебе требовать не придут. Да и сумма там небольшая, так, на первое время. И на кого ты меня оставляешь? Вот уже не маленький ребенок, мам. Да и пенсии на тебя одну теперь точно будет хватать. Я по выходным приезжать буду. Ну, я правда здесь больше не могу, мам. Мам! Купцов. Привет. Ольга на работе, не знаешь? Ну, вроде бы. Погоди. Результаты повторной экспертизы по Стрельницкой готовы? Ну, вот зайди сам и посмотри. Я что, теперь ни при чем? Санников, зайди ко мне. Проходи, Никита, проходи. Пришли новые результаты экспертизы по делу Стрельницкой. Ты можешь ознакомиться. Дело закрываем из-за отсутствия состава преступления. Результаты первой экспертизы были ошибочны. Это очевидный несчастный случай. И что он вам за это пообещал? Ты за языком следи. Дело закрыто. Точка. И не пытайся возобновить, если хочешь работать дальше. Свободен. Стрельницкой готовы. Стрельницкой готовы. Да куда вы ломитесь, я не понимаю. Вы женщину пропустить не можете или вам больше всех надо? Вы чуть не убили своим локтем. Да вы шевели порчня. Я сейчас в полицию вызову, если вы не успокоитесь. Ой, так спешил свои вещи забрать. Чуть меня с ног я сбил. Спасибо молодому человеку, помог. Дай бог тебе здоровья, деточка. Спасибо. Счастливо. До свидания. Привет. Ну вот как тебе оставлять одного, а? Не успел приехать, уже влить вас что-то. Больше не буду. Угу, конечно. Пойдем, нас такси уже ждет. Поселю тебе, расскажу о наших планах. Я все придумала. Я сняла тебе симпатичную квартирку, не центр, конечно, но очень даже не было. Дело закрыто. Ну, раз с документами у нас все решено, ты будешь вести дела с клиентами. Все, ну все, через твой банк пойдет. Познакомь Андрея с этой Валерией и передай все. Уверен? Миш, кончай ты уже с этими своими подозрениями. Андрей на моей дочери женат вообще-то. Не любит Миши, когда я еще кому-то доверяю, кроме него. Да ничего. Я все понимаю. А у меня есть новость очень хорошая. Миш, оставь нас. Давай, давай. Я думаю, Женя хотела сама об этом рассказать, но я просто не могу удержаться. В общем, дорогой тесть, скоро вы станете дедом. Это очень хорошая новость. Вы не представляете, как я этому рад. Марта, я не хочу нянчиться с какой-то избалованной мажоркой. Ну, правда. Я, я сам через интернет нашел кучу вакансий и смогу нормально заработать. Костя, это временно. Скоро все закончится, и мы с тобой заживем нормально. Слышишь? Угу. Ну, честно говоря, я рассчитывал на что-то более интересное. Пойми, нам сейчас важно держаться вместе. Мне важно. Ты же сам знаешь, что постоянно влипаешь в разные истории. А я сейчас не в том положении, чтобы тебя вытаскивать. Костя. Кость. Я прошу тебя. Ну, пожалуйста. Ради меня. Ну, хорошо, хорошо. Вика, ты есть хочешь? Давай сделай что-нибудь. Нет, я, я хочу сама. Печенье хочу. Помнишь, когда я была маленькая, мы с тобой пекли? Такого чего-то захотелось. Хорошо. Только мука другая. Вот это. А, еще сливки. Я помню. Я просто хотела попробовать немного по-другому. Выдумщица. Ну, хорошо. Давай по-другому. Вика, ты на маму не обижайся. Она за тебя очень переживает. На ней лица не было после вашей ссоры. Угу, переживает. Но при этом все все равно будут делать так, как он решит. Он сказал, отправит меня в интернат. А мама даже не спорила. Вместо этого она переживает. Тебя никто никуда не отправит. Все будет хорошо. Вот увидишь. Все будет хорошо. Пиджак сидит просто идеально. Будет очень красиво, если надеть не чисто белую рубашку, а белую с каким-нибудь оттенком. Но это уже обычно невеста выбирает. Думаешь? Ну да. Чтобы рубашка подходила под цвет свадебного платья. А, свадебное платье. Марина, кажется, наш новый сотрудник. Юля, заместитель Алексея. Очень приятно. Ну, как тебе у нас? Хорошо, спасибо. Мне все нравится. Да брось ты. Со мной можно по-честному. Я же не шеф. Знаю, что у вас сейчас там полный завал. Не в самое удачное время ты попала. Да нет, работы много. Но меня никогда это не пугало. Но это пока. У нас за последние полгода в бухгалтерии столько людей пришло и ушло, и не вспомню. Не выдерживают нагрузки. Не совсем понимаю, что вы хотите мне этим сказать. Предостерегаю просто. Была рада знакомству. Да, Дима. Привет. Собирайся, я заеду за тобой и поедем за платьем. За каким платьем? Ну, а что ты в джинсах собираешься замуж выходить? Слушай, я только на работу пришла. Костю встречала. Давай не сегодня. А когда? Я, между прочим, из-за твоего платья без рубашки остался. Ты о чем? Ладно, давай съездим. Вот и молодец. Буду через полчаса. У нас есть и другие модели на открытой площадке. Давайте посмотрим. Гибридная модель нового поколения. Пользуется большим спросом. Ну, не знаю, как-то ничего не впечатляет. Понимаю. А давайте я сейчас скажу за ключами, и мы с вами поедем на тест-драйв на этом красавце. Давайте попробуем. 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 Возможности досрочного покошения кредита без штрафа. Как только мы запустим строительство, пойдут продажи и… Привет, офисный планктон! Ну что, вы еще не приросли своими мягкими местами к креслам? Я на обед, можно? Я пришел, чтобы спасти свою принцессу из лап огнедышащей твари! Или тварей. А давайте сейчас это все и определим. Ой! Ты нормальный, а? Сам не знаю. Это, кстати, тебе. Слушай, ну зато все развеселились. Поехали, а? Я еще хочу на работу сегодня вернуться. Вот это да! Жениху точно должно понравиться. Жениху уже нравится. Тебе самой как? Да это платье, словно для вас специально и шили. Ну что, берем? Ты цену посмотри. Расслабься. Все равно отец платит. Соня, берем. Так, теперь остались только кольца. Сейчас поедем в ювелирный. Там как раз недалеко открылся ресторанчик. Заодно и отметим. Иди, мне на работу надо. Так. Да, мам? А что за срочность? Да, хорошо. Мы с Мариной скоро будем. Планы немного изменились. Отец объявил общий семейный сбор. Поехали. Ладно, попробую от проситься. Аня! Да, Аня! Вы сегодня бегаете целый день. Даже долгом не поели. Быстро нормально поесть! Быстро! Попались? Арина, иди сюда. А я стою. Все, ну, пожалуйста. Смотри, какое видео вы видите. Попались? О, папа! Аня, Даня, поиграйте в своей комнате. У меня две новости. Первое. Следствие по делу о гибели Кристины закрыто. Это был несчастный случай. Повторная экспертиза это доказала. Леша, еще раз. Мне очень жаль, что это случилось в нашей семье, но все мы должны жить дальше. И как раз с этим связана другая новость. Да. Я... Мы хотели сказать... У нас с Андреем будет ребенок. Я знала. Мне вчера приснился сынок. Поздравляю. Поздравляю. Чем больше Парфеновых, тем лучше. Спасибо. Ты извини, Андрей, но этого ребенка мы тоже будем считать Парфеновым. Я только за. Ну и послезавтра у нас еще один важный день. Это свадьба Димы и Марины. На ней я и сделаю заявление. Я очень рад, что семейное счастье моего сына уже совсем близко. Кажется, отец уже сейчас репетирует речь, с которой выступит на нашей свадьбе. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Субтитры подогнал «Симон». Ну что ж, Марта Райцена, пришло ваше время. Пойдем на сцену. Ну что, тебя можно поздравить? Не смешно. Хочу, чтобы это поскорее закончилось. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон». И самый волнующий и трогательный момент – это ее зарождение. Хотя бы притворись счастливой. Я знаю, ты можешь. Я хочу тебе пожелать много счастья. С нами поначалу не очень ладили. Теперь я уверена, мой брат сделал правильный выбор. Добро пожаловать в семью. Пойдем потанцуем. Когда камеры уйдут? Не волнуйся, они снимают только отца. Ты сегодня очень красивая. Дим, не валять в руках. А я серьезно. Я очень рад, что мы теперь муж и жена. Настоящего. Ты понимаешь? Дим, не надо все усложнять. Может быть, это судьба? Может, мы встретились с тобой так подрастки? Ну, не случайно. Разве это не может быть? Горько! 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 Ура, молодым! Хорошо, ладно. Так, это уже не на камеру. Вы знаете, еще когда Димка был в восьмом классе, я решил, что он неисправим. В последующие годы я только убеждался, что он просто не может быть серьезным, сосредоточенным, солидным, если хотите. Но это против его природы. Но мой сын изменился, когда в его жизни появилась Тремарина. Я это вижу. Уверен, видят все. Нашей семье пришлось нелегко в последние недели, но я верю, что сегодняшний день положит начало светлой полосе. Добро пожаловать в семью, Марина. Я рад, что ты с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, и еще. У меня есть подарок для моего сына. Извини, не спорткар. Сам знаешь почему. Спасибо, пап. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДОМЕНТЫ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сироте Мариня Корниловой Фитнес-тренер Марина не только покорила сердце одного из самых завидных женихов столицы Но и смогла завоевать расположение всей семьи На скромной свадебной церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники Парфеновых Как объяснил Игорь Парфенов, это связано с недавней гибелью жены его пацанга Кристины Стрельницкой Алло, алло, Ром Да, 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 Рая Да знаю я сколько времени, Ром, 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 слушай Марта наша, живая Точно, я ее только что по телеку видела Марта Марта Ты сдурел? Дима У нас с тобой первая брачная ночь Ты мне должна сказать спасибо Я закричу Алло Ты моя жена Кто ей что скажет? Да пусти меня Дом, ладно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас подвезти? Нет, я такси жду. Садитесь. Марта Райтсона. Нам есть о чем с вами поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я тебя спас. Ну, что ты ломаешься? Я закричу. Ты моя жена. Прости меня. Дома. Черт. Я идиот. Черт. Черт. Возьми трубку, пожалуйста. Возьми трубку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Доброе утро. Я репетитор к Вике Парфеновой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Костя? Да. Да. Пойдемте, я проведу вас. Чаю хотите? Нет, спасибо. Проходите, не стесняйтесь. Здравствуйте. Я Константин. Это Константин. Он будет заниматься тобой по математике. Константин окончил школу с золотой медалью. И вот приехал поступать в университет. Ма, а зачем это все? Чему меня может научить этот репетитор? Если ты не сдашь все хвосты до конца лета, то ты отправишься в интернат, на котором настаивает папа. Так что очень рекомендую взять от этих уроков по максимуму. Самый проблемный предмет математика. К тестам по английскому и по литературе Вика подготовится сама. Да, Вика? Да, мама. Мам, ты Марину не видела? Нет, я думала, вы еще спите. А ты, Вика? Нет, не видела. Да, это Костя. Он поможет Вике с математикой. Да, да, Костя, я рад, что ты поможешь Вике. Твоя работа. Да, скажи спасибо. И Марине. Это она рекомендовала Костю. Слушай, Костя, ты не говорил сегодня с Мариной? Нет. А должен был? А что случилось? Да так, ничего. Поссорились немного. Такой зачем нужна первая брачная ночь? Пойдемте, я вам покажу библиотеку. Там будет удобно. Пойдемте. Не я буду заниматься математикой. Наконец-то. Ты где? Я где? Дома. Да, Дэн, это я перепутал. Ну что, молодожен, как все прошло вчера? Слушай, я сейчас занят, перезвоню тебе, хорошо? Здравствуйте. Я волновался. Я испугался, что больше никогда тебя не увижу. Я не знаю, что на меня нашло. Прости меня, пожалуйста. Если ты еще раз до меня дотронешься, я тебя убью. Куда вы меня везете? В полицию? Пока нет. Но если мы с тобой сейчас не договоримся, я легко это устрою. Я ни в чем не виновата. Меня подставили, я никого не убивала. Поверьте мне, пожалуйста. И ты вот так просто живешь под чужим именем. Так получилось. И вообще, может, ты к лучшему, что вы знаете, кто я на самом деле. Мне уже надоело скрываться, прятаться. Я готова все рассказать полиции, всю правду. Ладно, хватит. Не собираюсь я тебя сдавать в полицию. Я вообще мне наплевать, виновата ты или нет. Тебе тупо не повезло. Я случайно решил проверить твои отпечатки пальцев. Ну, и нашел то, что нашел. Если ты будешь выполнять то, что я скажу, ты сможешь и дальше спокойно жить под чужим именем. Ну, или как тебя заблагорассудится. Правда, я сомневаюсь, что так же комфортно, как и до этого, но... Что вам от меня нужно? Ну, ничего особенного. Живи, как жила, разве что... Что? Нужно вникнуть в дела главы семейства. Я не понимаю. Все очень просто. Парфенов дома многое обсуждает со своим помощником Гориным. Ну, и плюс ко всему ты начала работать на его пасынка. Ну, да. Ну, вот. Нужно следить за тем, что делает каждый член семьи. Особенно старший Парфенов. Ну, зачем это вам? Ты вопросов лишних не задавай. Делай, что тебе говорят, и все. Нет. Что? Я сказала нет. Я не буду этого делать. Ты хорошо подумал? Хорошо. Можем прямо сейчас ехать в полицию. Договорились. Тогда по дороге заедем за твоим братом. А тут при чем? Как это при чем? Во-первых, он знает, что ты в розыске, и покрывает беглую преступницу. Во-вторых, а может, он тоже соучастник преступления? А в-третьих, всегда можно найти, что повесить на другого человека. Так что сядет твой Костя вместе с тобой. А вы этого не сделаете. Еще как сделаю. Пожалуйста, не надо. Он здесь вообще ни при чем. Вы не понимаете, я просто не могу вернуться в этот дом. Марта, слезы не помогут. Либо ты делаешь то, что я говорю, либо ты умная девочка. Ты все прекрасно понимаешь. Так что сядет твой Костя вместе с тобой. Мариночка, доброе утро. Ты не хочешь со мной выпить чаю? Спасибо, но не могу, Вера Федоровна. Давайте в другой раз. Вот ты говоришь, что интегральное исчисление – это фигня. На самом-то деле, знаешь, сколько веков к нему шли? Вначале греки придумали методы исчерпывания. Ну и терпение уже точно исчерпалось. Ну это же интересно. Смотри, здесь… Не помешаю? Сходи скорее. Спаси меня от этого зануды. Добрый день, Костя. Здравствуйте. Очень благодарен вам за рекомендацию. Так трудно в столице работу найти. Ну вы тут пока пообщайтесь, а я на кухню схожу, чего-нибудь съем. Хоть как-то время убью. Ну что, поздравляю, Марина Парфенова. Костя, послушай меня внимательно. Мне нужно, чтобы ты позанимался с Викой, а потом сразу поехал домой. Нигде не шатайся и будь осторожен. В смысле домой? Я думал, хотя бы город посмотреть. Посмотришь потом. Сейчас сделай, как я говорю. Март. Это важно. Скажи мне, пожалуйста, что-то случилось? Я не понимаю, ты… И что, мы будем еще учиться? Или, может, йогой позанимаемся? Нет, Вик, не могу сегодня. А ты, если будешь общаться с кем-то из наших, передавай привет. Хорошо. Ну, тогда пока. Пока. Может, мы в игру сыграем? Сыграем. Но вначале мы сделаем все, что запланировано. Ну ты ботан. Это Андрей Волков. Дальше он будет заниматься всеми финансовыми вопросами по нашему строительству. Андрей, а вы опытный строитель? Андрей – акционер и заместитель председателя правления крупнейшего банка. Понятно. В ближайшее время мы будем готовы сделать первую поставку. Вот контракты. Отлично. Сегодня же передам их на подписи. Через несколько дней они вернутся к вам. Спасибо, господа. С вами приятно иметь дело. С вами тоже. Игорь Валентинович, вот вы все так красиво рассказываете. А ваша компания за последние два года застроила около двух десятков мест исторической важности. Ну а по-вашему, лучшая свалка мусора в центре столицы, чем современный жилой комплекс с большой многоуровневой парковкой. Прошу простить, очень важный звонок. Игорь Валентинович и часто задают этот вопрос, поэтому на каждую такую встречу мы… Да, Миша, что там? Против Андрея у нее возражений никаких. Отлично. Ты куда? Не твое дело. Твое дело. Ты что тут делаешь? Я хочу… Хочу с тобой поговорить. Ладно. Зайдешь? Спасибо. Я тебя не очень отвлеку. Нет, мам, конечно, садись. Сын, хочу спросить у тебя, чем дальше собираешься заниматься? Мам, без этого разговора сегодня не так? Может, тебе все-таки вернуться к отцу? Ну, я уверена, он тебя примет. Слушай, я думал, что после моей свадьбы ты перестанешь задавать мне эти вопросы. Нет, то, что вы с Мариночкой теперь семья, я, конечно, очень рада. Но ведь и твое будущее мне небезразлична. Мое будущее целиком и полностью связано с автомобилями и гонками. Ты снова за свое? Сколько можно? Мам, я ничем другим заниматься не хочу. Тебе придется это принять. Тебе и отцу. Извини, кофе только такой. Сойдет. Никит, я пришла объяснить, почему я подписала повторную экспертизу. Дело в том, что я не могу, как ты, хлопнуть дверью и все. Что мне потом делать? У меня Петька, я отвечаю за нас двоих. Ты могла меня хотя бы предупредить? Могла. Но после того вечера я была зла и... Сам понимаешь. Понимаю, Оля. И у меня к тебе нет никаких претензий. Презираешь меня, да? Нет. Совсем нет. Что собираешься дальше делать? Я не хочу впутывать тебя в свои дела. Я хочу, чтобы ты снова мог мне доверять. КОНЕЦ Добрый день. Марина. Коллеги, берите пример. Человек после первой брачной ночи уже пришел на работу. Юлия, а вы всем так много внимания уделяете или только мне? Готова поспорить, что наш шеф и интереснее собственного мужа. Все инвесторы ушли. Один за другим. Не понимаю. Так, Вадим, сейчас нужно собраться. Сколько нужно продать квартир до конца месяца, чтобы не останавливать стройку? Процентов 50, не меньше. Пока у нас даже 10 нет. А что по кредитам? Какой-нибудь из банков готов идти на наши условия? Есть неконкретное предложение от нескольких банков о том, что можно обсудить условия лично с вами. Значит, будем встречаться. Здравствуйте. Привет. Марина. Я думал, ты в отпуске? Ну, вы ведь меня на работу брали в срочном порядке. Не для того, чтобы я в отпуск уходила. Работа ног. Ладно, вернемся к кредитам. Тебе на работу возвращаться нужно? Я взяла выходной. Есть хочешь? Могу приготовить. Нет, не хочу. И у меня нет ничего. Может, сосиски и все. Как же так живешь, Никита? Нормально живу. Привык. Оля, ты же ведь... Ты мне говорила про друга журналиста, который работает в интернет-издании и делает смелые материалы. Я? А как его зовут? Сумов, Антон. Ну, он крутой. Познакомишь? Ну, Никита, скажи, зачем? Зачем я познакомлю? Я хочу рассказать о том, кто покрывает Парфенова. Ну, тогда же всплывет и мое участие. Я там все подписывал. Я расскажу только о деле моего отца. Ну, хорошо. Познакомлю. Мне кажется, я тебе это должна. Послушайте, тетя Райя, ну, вам наверняка показалось. Ну, нет. Я сегодня весь день об этом думала. Вот смотри, тело ее никто не видел. Опознание-то по вещам проводилось. Может, не ее мы вовсе похоронили-то? Ну, а прятаться ей зачем? А? Как зачем? Она же вон чего натворила-то. Да, но... Я не знаю. Марта, конечно, не глупая была, но так, чтобы всех вокруг пальца. Я... Я в это просто не верю. Все, я в полицию пойти хочу. Скажу, что видела ее. Вот пусть узнают. Тетя Райя, ну, кто вам поверит? Того гляди, в психушку упекут. Я бы на вашем месте... Ладно, мне пора. Будьте здоровы. Костя, я тебе сейчас кое-что скажу. Только ты не нервничай, ладно? Мам, давай я тебе, я потом перезвоню, хорошо? Ну, подожди, Кость. Кость, Марта наша живая. Я ее по телевизору видела. Мам, тебе это... тебе показалось. Да нет, там программа шла. Новости какие-то столичные. Вот там показывали. Марта наша в свадебном платье, представляешь? Фу, на лице у нее фата какая-то была. Ну, я ее сразу узнала. Мам, скажи мне, пожалуйста, ты пила сегодня, да? Да, Кость, я не пью со вчера, клянусь тебе. Я весь день про это думаю. Ну, это точно, точно, да. Мам, ложись спать. Да, фу, ты, Господи. Может, правда чокнулась, а? Мать видела тебя по телеку. Я сказал, что ей показалось. Это почему еще здесь? У тебя все в порядке? Ну, ладно, не хочешь, не говори. Но знай, если тебе что-нибудь понадобится, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Хорошо? Поехали домой, отвезу. Уже поздно. Тория, это не хорошо. Спасибо. Мам, спасибо. Возьмите. Спасибо. Субтитры добавил DimaTorzok Прости меня за такую мою реакцию. Мне просто вечно кажется, что любое внимание ко мне как-то связано с моей должностью. Ты, конечно, зря меня в этот список записала. Я просто решил спросить, вот и все. Я понимаю. Ты другу хотел помочь, и я бы так же поступила на твоем месте. Но я не могу подписать документы. Это заповедник, и там строительство запрещено по закону. Это не потому, что у меня сложные отношения с Юрой. Я все понимаю, все нормально. Без обид. Лар, ну какие обиды? Я же вино забыла. Подожди. Слушай. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, Анечка! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, нет, нет. Успен, вам пора спать. Целый час не могу их уложить. Зина, почитай, пожалуйста. Мы вчера не дочитали, помнишь? Папа! Здорово, бандиты. Так, а почему вы еще не в кровати? Пусть на Марину почитаете, мы разднем. Уже поздно, Марина, наверное, устала. Ничего, мне совсем не трудно. Ну, идем, почитаем. Класс! Круто! Класс! Анечка, на какую сказку будешь? Я про русалочку. А ты, Даня? Я про русалочку. Хорошо, договорились. Ах, я так счастлив, сказал принц русалочке. То, о чем я не смела мечтать, сбылось. Ты порадуешься моему счастью, ведь ты так любишь меня. Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Его свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. В колокола в церквях звонили, по улицам изъезжали Герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. Жалко, что русалочка ничего не могла сказать. Если принц узнал правду, тогда бы сказка не была такой грустной. Иногда так бывает, что мы не всегда можем сказать правду. А папа нас учит, что правду нужно говорить всегда. Ваш папа абсолютно прав. Ладно, пора спать. Спокойной ночи. Вот, значит, переключаюсь на пятую, и меня в занос как понесли. О-о-о! Ну, наконец-то! А почему без жены? Да у него голова болит. Не рановато дня не прошло. Да ладно, старик, ты что, снимай, я пошутил. Братишка, штрафную новоиспеченному женатику. Ну что, трезвенник, пей, сегодня можно. И... День, идем танцевать. Да, Максик. Идем-пойдем. Прости, старик. Что тебе нужно? Неужели я и правда так тебе противен? День, идем танцевать. День, идем танцевать. Доброе утро. Который час? Восемь. Угу. Разбуди меня через час, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Вуаля. Ты ради этого, как мне на работу, в такую рань приехала? Конечно. Хотел тебя пригласить в кино. Это же романтично, мне кажется. Все, счастливо. Привет. Неделю это разрешение у всех визировало. Спасибо, Лариса Васильевна помогла. Трепина ее фамилия. Глава земельной комиссии. Не знакома с ней? Она, собственно, разрешение и подписала. Наконец-то. Да, можешь не пересчитывать там все, как договаривались. Ну, знаешь, счет дружбу не портит. Верно? Так, я не понял. А где оригиналы? Ну, извините, за такие деньги только копии. Они, конечно, в некоторых случаях имеют юридическую силу. А если хотите оригиналы, придется доплатить. Ты кого кинуть собрался, придурок? А ты со мной так не разговаривай, Григорий? Ладно. Сколько? Столько же. Ты в своем уме? Абсолютно. Для вас это все равно не деньги. А это не твое дело? Так, разрешение можно еще аннулировать. Оно в кадастр не внесено. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Будьте готовы разговаривать. Звоните. Всего счастливо! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю, Григорий. Игорь Валентинович, этот гад за оригиналы документов двойную цену ломит. Ну, а с какой стати какому-то барыге должны платить в два раза больше? Игорь Валентинович, я сказал ему, что он может доиграться, но… Григорий, ты плохо выполняешь свою работу. Стройку в любом случае пора запускать. Реши эту проблему! Так, ну это бомба. Особенно если учесть, что этот господин лидер предвыборной гонки. Что ты за это хочешь? Просто придай огласки, этого будет достаточно. Ну, а зачем тебе это? Понял. Ну, будь спокоен, опубликуем. Думаю, даже сегодня. После начала строительства квартиры будут продаваться активно. Мы сделали расчеты. Тенденция рынка недвижимости постоянно меняется. А вот новые данные. Охранится, все-таки это большие воскресенья. Нужно хорошо. Будь сегодня внимательнее. Хорошо. Вик, ну, не могу я просто отбывать время. Я хочу честно выполнять свою работу. Ой-ой-ой. Я готовился к уроку. Я нашел интересный материал по теме. Да расслабься. А может, ты хотя бы попробуешь послушать? Да когда до тебя уже дойдет? Мне это все нафиг не нужно. Единственное, чего я хочу, это чтобы от меня отстали родители. Ясно? Ясно, ясно. Ну, так тогда сиди и не отсвечивай. И ты без напряга получишь свои деньги. А стойте с рукой. Со скейта упал. Типа тебе не все равно. Ты катаешь? Ну, катаю. Правда? Хорошо? Ну, хорошо. А что? Я тоже хочу катать. Но меня некому научить. Я могу тебя научить, если хочешь. Прямо завтра. Хочу. Дим. Но только после того, как мы позанимаемся. Это зануда. Ладно. Ник. Ты же не обижаешься, что тебя на свадьбу-то не пригласили. Да ну ты что? Я бы ни за что на нее не пошла. Злишься на него. Злюсь, конечно. А ты бы не злилась? Но если тебе интересно, там было очень скучно и уныло. А Димка как? Да как? К концу напился. Я его когда последний раз видела, он еле на ногах стоял. А потом еще мама позвонила, сказала, что они в первую брачную ночь поссорились. Прикинь. Ну, этого и стоило ожидать. Мне кажется, что это логичный исход пар, который вот так скоропостижно женится. А когда ходит до дела, то как шарик, знаешь? Это точно. Кстати, о шарике. Я уже жду не дождусь, когда узнаю, кто там мальчик, девочка. Ну, я решила, пускай будет сюрприз. Пока буду думать в целом о детской. Знаешь, мне хочется на одной из стен сделать огромную карту мира. Ну, чтобы ребенок рос с ощущением того, что весь мир перед ним, он открыт, и это все его возможности. Ой, или ее. Что скажешь? Да. Отличная идея. Я не хочу пюре. Дань, ну хочешь, я тебе салат положу? Спасибо. Анечка уже все, доела. Бикуль, ну как? Что, как? Ну, этот мальчик. Костя. Мальчик, как мальчик. Ну, ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Я про занятия. Ну, так себе. Пускай будут. Совсем забыл. Получай, с Лукиным выступать будет. Игорь, ну зачем, ну мы можем спокойно поужинать? Это очень важно. Сегодня в одном из влиятельных интернет-изданий появилась публикация о гибели невестки Игоря Парфенова Кристины Стрельницкой. Издание пишет, что Парфенов лично оказывал давление на руководство городского управления полиции с целью квалифицировать дело как несчастный случай и закрыть его. Источник, сообщивший об этом журналистам, пожелал остаться анонимным. Ни фига себе. Дети, если вы все доели, можно идти в комнату и готовиться ко сну. Аня, Аня. Папочка, еще рано. Можно мы еще поиграем? Уже поздно. Гурнол ложится спать. Я их уложу. Спасибо. Малыши, пойдемте, я вам почитаю. Пойдем, пойдем. Василина, вы новости только что смотрели? Нет? А надо смотреть. И статьи в интернете мониторить. Это ваша работа! Не ори. Да? Сами найдите и почитайте. И сделайте все, чтобы это замять. Как же я люблю наши семейные ужины. Вика, ну сейчас, правда, не очень хороший момент. Николай Павлович, а мы о чем с тобой договаривались? Разруливайся теперь как хочешь. Опровержение давай прямо сейчас. Леша, вот черт. Леша, нельзя ж так пугать. То есть все эти разговоры о честном расследовании, это все так, да? Чтобы меня успокоить? На самом деле, с вашей подачи закрыто дело об убийстве моей жены. Леша, не было никакого убийства. Все это игры. И весь этот шум очень мешает предвыборной гонке. Ты даже не представляешь, сколько людей в этом затеи стоят. И насколько высокие ставки. Я очень долго шел к креслу мэра. Осталось совсем чуть-чуть. Это нужно не только мне, но и всей семье. Я не знаю, это не понимаю. Я хочу знать, Франко, я сделаю все, чтобы не достигаться чистым. Ясно. Погоди. А не стоит только лечиться. Просто подумай, чего ты этим добьешься. Что же вы за существо такое? Леша, не нарывайся. Я сейчас не в том настроении, чтобы все это слушать. А придется слушать. Придется. И даже не думайте, что я соглашусь с вашими действиями в заповеднике. Пора вернуть вас на землю. Игорь Валентинович. Может, пойдешь заступишься за него? Игорь Валентинович. Этого не может быть. Игорь Валентинович. 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 Клиенты очень недовольны сегодняшним инцидентом Это может повлиять на сделку Черт бы их всех побрал Какое-то отношение имеет к сделке Скажи ей, что я решу И это никак не помешает Все уже запущено Понял, доброй ночи Ну ты сам напросился Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В 20.00 будь на месте Костя Ну как ты? В порядке Не считая, конечно, того, что я дома постоянно сижу Из всех развлечений у меня только приходы сюда Потерпи, это важно Я потом тебе все объясню Привет, Марина Скейт! И тебе доброе утро, Вик Слушай, а раз ты со скейтом, может мы и забьем на занятия и сразу кататься пойдем? Не будет занятий, не будет скейта Манипулятор Ладно Бутерброд себе сделаю и пойдем Тебе бутер делать? Делать Субтитры сделал DimaTorzok Кофе? Не помешает Как спалось? Я не знаю Ты так быстро вчера уснул? Я не помню Ничего не помнишь? Совсем? Я могу напомнить Спасибо Мне надо ехать А где мои вещи? В ванной Она тебе кофе в костюм вряд ли приносит Ты же Не просто так сюда пришел Через день после свадьбы Прости Ты хоть понимаешь, как я себя сейчас чувствую? Понимаю Чтоб больше сюда не приходил А я не собирался Игорь Валентинович Ну правда Ну правда Не стоило Присаживайтесь Ну зачем создавать себе столько неудобств? Я бы к вам сам приехал в удобное для вас место Да ничего Да ничего, ничего Мне не сложно Ну в первую очередь я хотел бы оговорить Что возобновить дело Это не моя инициатива Мне поручили Я не могу сказать, что вы не помнили Именно Хотите? Спасибо Как хотите. Скажите, зачем вам знать реальные обстоятельства гибели вашей жены? Что вы будете делать с этой информацией? Я понимаю, что ответ может быть очевиден, но мне важно услышать от вас. Я видел заключение экспертизы, там ясно сказано, что Кристина не сама выпала с террасы. Я не хочу, чтобы дело просто так замяли. Знаете, кто может быть в этом заинтересован? Знаю. И я знаю. Я навел справки, нетрудно сложить два плюс два и понять, кому этот шум больше всего мешает. Но не факт, что он имеет отношение к гибели вашей жены. Я этого не говорил. Ну подумали. Я умею читать между строк, поверьте. Послушайте, я хочу узнать, кто убил мою жену. Дальше я как-нибудь разберусь. Хорошо, Алексей. В таком случае мне придется задать вам несколько прямых и, возможно, не очень приятных вопросов о ваших взаимоотношениях с супругой. Раздавайте. Твою долю можешь пересчитать. Где ты был, черт бы тебя побрал. Ты представляешь, как они тут на меня насели? Из-за тебя, между прочим. А я тут при чем? При чем? А кто с этим Гришей в кошки-мышки решил поиграть? Сам пропал, телефон отключил. Ищи ветра в поле. А я тут к месту привязан, между прочим. У меня родители Васильевские. Сестра племянники. И способ, чтобы на меня надавить, им долго искать не нужно. Скажи, вот такого хрена ты им оригиналы документов не отдал? Я подумал, что это все должно дороже стоить. Что ты подумал? Подумал, что это должно дороже стоить. Ты ведь территорию не только под стройку отдаешь. Я вглубь заповедника проехал. Они там такое затевают. И чего? И ничего. Думаешь, я ничего не понял? Они на этом нагреются, будь здоров. И нам с тобой с этого ничего не поймать. Ну, я не знаю, как-то себя не уважать. Ну, что? Давай обмоем. Обмоем. Привет! Можно? А ты чего не ешь? Невкусно? Да просто взяла еду, потом поняла, что не хочется. А я с утра не успела поесть. Так что это и завтрак, и обед одновременно. А отчего на тебе лица не целый день? Катя, представь, что ты знаешь о другом человеке некую правду. И этот человек тебе, ну... Ну, ты за него переживаешь. И ты точно знаешь, что он хотел бы знать эту правду. Но это вроде как не твое дело. И то, что ты ему расскажешь, это изменит его отношение ко всему. Так. Жизнь меня научила. Если это тебя напрямую не касается, то лучше не вмешиваться. Правда, на практике я почему-то все время делаю наоборот. Или тебя это все же касается? Это как? Как-то так. Ясно. А муж? Муж что говорит? Муж? А я ему не говорила еще. Не было как-то случая. Посмотри на него. Прямо нашли друг друга. Игорь Валентинович, рад вас видеть, чем обязан. Новостей из Васильевска пока нет, но я с Григорием постоянно на связи. Ладно, Григорий, к слову, меня очень разочаровал. Но я сделал положнее. Я слушаю. Я сегодня был у следователя. Ну, насчет гибели Кристины. Сам понимаешь, после того, что произошло, вчера нужно было реагировать. Мне, Андрей, нужна будет твоя помощь. Интеграл х, dx равно х в квадрате разделить на два. Ты меня слышишь? dx в определенном интеграле это? В определенном, да. Эй, ты где вообще? Да, здесь я просто проверял, как ты материал освоила. Слушай, а может, ты в меня влюбился? Ну, ты самоуверенная, Вик. У меня на эту ерунду нет времени. Мне, в отличие от тебя, никто ничего на блюдечке не принесет. Так что я пришел сюда работать. Вот и все. Мне, между прочим, тоже не все так просто достается. Меня все одноклассники ненавидят. Учителя тоже не особо любят. У меня, между прочим, ни одного друга нет. Извини, я не знал. Я уже привыкла. Я могу быть твоим другом, если ты хочешь, конечно. Решили? Привет. Привет. Здорово. Красотку вам свою пригнал. Значит, меняем подвеску, двигатель, колеса, это понятно. Ну, потом по мелочи. До гонки успеете? Ты что? Там на месяц работы. Старичок, давай, как договаривались. Сначала на моей откатаешь, потом уже будем решать. На такой розолюхе сам катайся. Слышишь, раздавалюхи. Старик, думаешь, мне приятно такое слушать? Я вообще-то в нее свои деньги вкладывал, время. Макс, ты просто не хочешь слышать правду, вот и все. Короче, так, ребят, я лучше пропущу эту гонку, но буду кататься только на своей тачке. Не-не-не, Димон. Нормально мы ее прокачать не успеем. А лишь бы как, я не делаю. Ну и не делай. Макс, ты давно хотел со мной поработать? Ну так что скажешь? Не, Димон, я Денчика так не кину. Не хотите, как хотите. Ковыряйтесь в своем старье. Так, давай, ставь обе ноги. Ага, я тебя держу. Поехали. Один. Костя, я не могу. Я боюсь. Ну ты ж хотела научиться. А теперь уже не хочу. Из-за тебя. Почему из-за меня? Потому что ты фиговый учитель. Вик. Ну, давай ты еще раз попробуешь. У меня тоже сперва ничего не получалось. Зато потом пошло. Я же тебя страхую, не бойся. Или ты мне не доверяешь. А чего я должна тебе доверять? Я и так уже жалею, что сегодня слишком разоткровенчилась с тобой. Я рад, что ты мне все это рассказала. Правда? Если ты не поймаешь меня, убью. Вот это по-нашему. Давай, так. Становись. Обе ноги, давай. Давай. Что было после выхода сюжета? Ну, а вы как думаете? Парфенов разозлился. Начал всем им звонить, решать. Кому звонил? Ну, это я откуда могу знать. Пиарщиком своим, еще кому-то. Он выходил. Ладно. Не нужно знать, что у Парфенова в Васильевске. Забавно, да? В итоге оказалось, что у него дела в том городе, из которого ты сбежала. Угу. Очень. Официально у него вроде там какая-то стройка. Но его компания давно занимается люкс-сегментом. И я не могу понять, зачем ему глухая провинция. Что по этому поводу говорят в компании «Стрелстрой»? Я же на Алексея работаю, не на Парфенова. И важно. Компания одна. Кто-то что-то должен знать. Мне нужно, чтобы ты разузнала все о стройке в Васильевске. И еще. Ты не знаешь, какие претензии у стрельницкого Котчева? Нет, просто неблизкие отношения. Это все как-то связано. Стройка их, вражда. Я должен точно понимать, что к чему, как можно быстрее. Вот только подгонять не нужно. Ты смотри. Могу не подгонять. Можешь вообще ничего не делать. Если не боишься загреметь за решетку вместе со своим любимым братиком. Как мне сейчас надоело, а? Чем быстрее ты все разузнаешь, тем быстрее все закончится. Ясно? Ясно. Свободно. Ну давай, рассказывай. А что рассказывать-то? Про литий. Про литий? А ты откуда про литий знаешь? От верблюда. Ты сам проговорился, когда пьяный был. Да ладно. Ну да. Я сначала подумал, что бред какой-то. А потом поразмусил. А еще сегодня, когда бурильную установку. Видел, у меня все сложилось. Рома, это очень серьезные люди. Это очень серьезные деньги. Так я тебе о том же. Ты им ползаповедника разрешаешь разворотить. Через себя переступаешь. А я-то знаю, как ты о нем беспокоишься. И о тех, кто в нем живет. Юрец. А эти же беспокойства чего-то же стоят. Ты не понимаешь, Ром. Эти люди не любят, когда с ними в игры играют. Понял? Ну мы-то же их за одно место держим. Юрец. Они им заплатят и ничего не сделают. О, черт. Класс. Я посмотрю. Опа, Лидочка, Лидочка, значит, если бы ты только знала, как я и вообще все мы тебя любим и ценим, и если бы не ты, то я даже, я не знаю, да, мамуль? Ты что, за рулем приехал? Ты в своем уме? Я был очень, очень осторожен. Где ты так набрался? Мам, таких мест полно. А дома время с женой провести у тебя нет желания? С женой. Видишь, мама, как смешно получается. Женился я не по своей воле, а теперь моя жена – это все, что меня волнует. Что значит «не по своей воле»? Ладно, скучно с вами. Пойду. Лида, дай мне воды. Лида, дай мне воды. Привет. Дай пройти. Марта, нам надо поговорить. Вот о чем мне с тобой говорить? Пожалуйста. Да не выйти. Голида, дай мне воду. С JOSHUA- ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зайди завтра. Нужно поговорить. Ну что, Мариночка, как тебе работает с его Алексеем? Нормально. Хорошо. Сложно немного, но вроде получается. Знал бы, что ты, оказывается, у нас бухгалтер. Себе бы забрал. Может, подумаешь, и ко мне в офис переберешься? Игорь, сегодня выходной? Можно и не проработан? Конечно, можно. А о чем тогда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В школе как дела? Дела нормально. В гимназии каникулы, если тебе это интересно. Вот видишь, дела у нее нормально. Каникулы. О чем еще поговорим? Дима, я не понимаю, что с ним происходит. Мне очень не нравится его настроение. А что я могу сделать? Он уже взрослый. Теперь уже женатый. У него отдельная семья. Добрый день. Костя, а у вас разве сегодня не выходной? Ой, наконец-то. Че ты опоздал? Вычьте из его зарплаты. Я пошу. Дела не вычитай. Пойдем скорее. Очень хороший мальчик. Марина, мы благодарны вам за Костю. Но вот Дима... Дима сможет позаботиться за себя сам. Так что не переживайте. Всем хорошего дня. Кто вчера в забор въехал? Ну, я. И что будет к тому забору? А с Машлиной что? Как раз еду чинить. Говорю сразу, я этот ремонт оплачивать не собираюсь. Не волнуйся. Решу сам. Решатель. Когда ты уже за голову возьмешься. Возьмусь. Да. Только отстаньте от Марины. Она к моим подвигам не имеет никакого отношения. Никита. Заходи. Здравствуй. Рад тебя видеть. Ну, как и на жизнь на вольных хлебах. Я с милю отдохнул, посвежел. Молодец. Вы зачем звали? Проходи. Прошу, прошу. Людей толковых не хватает. Ну, да. Приходится даже в выходные всем участком работать. Так что, думаю, Никита Федорович, пора тебе к нам возвращаться. Я с радостью. Свою работу я люблю. Прекрасно. Мы с тобой быстро. Но только есть одно условие. Дело о гибели Кристины Стрельницкой, которое, как мне известно, вы возобновили, переходит ко мне. Никита. И давай с тобой, как взрослые люди, поговорим. Дело с Стрельницкой будет вести купцов. Да, купцов. А ты? Тогда разговор окончен. Не мое решение, Никит. Ну, не мое. Ты пойми, оно мне оттуда, с самого верха пришло. Ну, не обсуждается, ты понимаешь? Не обсуждается. Да, если ты еще хоть раз паяешься в доме Парфенова, голову полетят. И моя в том числе. У всех жен, у всех дети. Понимаю. Хоть представляешь, с кем ты собрался воевать? С убийцей моего отца. И останавливаться я не собираюсь. А если что-то пойдет не так, я же не смогу тебе помочь при всем моем желании. Это я тоже понимаю. Да не переживайте вот так. В конце концов, это мое дело. Кстати, ты ошибаешься, Никита, если думаешь, что достанешь Парфенова через гибель Стрельницкой. Тут серьезный мотив был у совершенно другого человека, как оказалось. У кого? Это ты сам скоро узнаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА